Всем добрый день! С вами Digital Leader. Меня зовут Алексей Сидорин, и я представляю эту нетворкинг-платформу на сегодняшнем мероприятии. И мы буквально через несколько минут начинаем сегодняшний необычный для нас ивент, который содержит в себе и традиционную часть, связанную с выступлениями и обменом опытом, и наш новый эксперимент, и по совместительству интереснейшее событие в мире аналитики, на наш взгляд, связанное с датой хакатоном, который мы проводили, где сегодня будут объявлены результаты, подводные камни и наши выводы, связанные с этим событием. Но прежде чем мы начнем идти по программе, пока гости собираются, мы проведем некоторые организационные моменты, расскажем, как вообще работает наша платформа, что можно делать на сегодняшнем митапе и какую ценность для себя можно подчеркнуть во всем том, что мы делаем. Начну с того, что мы действительно весь наш мир и существующие процессы перешли в онлайн, и мы действительно быстро освоили эту историю и проводим большую часть наших мероприятий исключительно в онлайн формате, но онлайн формат не означает, что мы должны отказаться от каких-то привычных нам норм общения, поэтому у нас есть здесь чат, просим активно участвовать в чате, писать свое мнение, высказываться на разные темы, задавать вопросы спикерам. Спикеры читают чат, если они не прочитали чат, то мы зададим какой-то вопрос оттуда. Однако хочется еще подметить, что есть специальная вкладочка «Вопросы и ответы» вот здесь внизу, которую вы можете нажать и написать там свои вопросы, это означает, что его точно не пропустят в чате, он будет отвечен и его как-то обсудят, ну, либо ответят в онлайне. Некоторые спикеры могут не успеть ответить во время своего выступления, однако могут после этого уже ответить в текстовом виде прямо в чате и прямо в этом функционале «Вопросы и ответы». Не стесняйтесь использовать лайки, смайлики, какие-то дополнительные выражения и эмоции прямо внутри этого чата, и мы тоже будем этому радоваться. Например, сейчас было бы здорово, если бы все смогли как-то представиться, рассказать, что они здесь делают, пришли посмотреть, интересно какой-то спикер, из какой они отрасли, что им интересно конкретно в этом событии. Это было бы здорово, это настроило нас на какую-то приятную волну. Но время идет, люди начинают уже подключаться. Давайте расскажу несколько слов, пока у нас есть определенное время, про то, что делает Digital Leader, и что это за networking-платформа. Я перемещусь в таком виде. Мы действительно международная платформа. Буквально за несколько последних месяцев у нас состоялось несколько мероприятий, которые подразумевали участие людей из разных уголков мира, начиная с Австралии, заканчивая с Оманом, Дубаем и Саудовской Аравией. Это действительно была международная площадка, на которой можно обвинять с опытом. Но, конечно, с сердцем в России и на русском языке. Ого, я вижу, у нас написал Франциско в чат, что из Эквадора. Ничего себе. То есть, действительно, даже это мероприятие затрагивает такой большой формат. Франциско, напишите, сколько у вас времени, как там погода. У нас идет снег прямо сейчас у нас за окном. Но какую цель мы ставили перед этой площадкой? Давайте, наверное, это более важно. Зачем мы это сделали? Потому что networking сам по себе это не инструмент, это не цель. Действительно, мы стараемся объединить людей, которые неравнодушны к технологиям, но неравнодушны к этим технологиям не только на уровне себя, как бизнесмена или как профессионала, а люди, которые неравнодушны к этому еще и на личном уровне, которые стараются сделать что-то для развития рынка. Мы стараемся соединить этих людей на нашей площадке и дать им максимальные инструменты для того, чтобы они обменивались реальными кейсами, обменивались опытом и всячески развивались. И за последние, наверное, полгода или год мы провели десятки различных встреч, начиная от индустрии 4.0, заканчивая целенаправленными стримами с такими участниками, как Давид Ян, основатель компании Аби Ива, вице-президент Ростелекома, люди, которые управляют выходом стартапов на зарубежный рынок Антон Гладков. Действительно, посмотрите на наших каналах, у нас очень много чего такого интересного. Однако сегодня у нас действительно целевой метап, связанный с темой Data Science. Он называется «Пришел, протестил, победил», но на самом деле это про суть и про лучшие практики анализа данных. Мы сегодня подобрали таких спикеров, что они постараются с разных сторон раскрыть лучшие практики того, как это построить. Чуть позже я расскажу про программу и про людей, которые участвуют в ней, но по сути действительно у нас сегодня будет и технологический трек про людей, которые понимают, как создать техническую инфраструктуру для правильного корпоративного Data Science. У нас будет и методический трек, где коллеги расскажут про то, как действительно нужно организовать взаимодействие, как корпорации к этому адаптируются, потому что одно дело самостоятельно что-то посчитать на своем компьютере и сделать какие-то предварительные выводы. Другое дело управлять десятками и сотнями моделей машинного обучения на уровне корпорации, сравнивать их и переносить в бизнес. Это совершенно разные по уровню задачи. И также у нас сегодня будет рассказ про визуализацию этих данных и про роль этой визуализации. Ну, в первую очередь хочется ответить, да, спасибо вам за участие в чат. Святослав, видим, что из Санкт-Петербурга тут такая погода, как будто вы выключили свет за окном. Ну, в принципе, похоже на правду и в локации Москвы или около нее. Ну, кстати, про нетворкинг. Напоминаем вам, что у нас есть несколько площадок, на которых можно поучаствовать в этом нетворкинге. Я уберу свое видео, чтобы был доступен QR-код. Но, по сути, мои коллеги сейчас скинут эту же информацию в чате для тех, кто не любит сканировать QR-коды, либо хочет просто быстро перейти по ссылке. В Facebook, наше основное сообщество, там публикуется вся информация про наши новые события, мероприятия, ивенты, результаты этих ивентов и так далее. Рекомендуем вам очень подписаться, чтобы оставаться на связи. Мы всегда стараемся удивить каким-то новым форматом. И более того, краткий тизер. В следующем году действительно это будет похоже больше не на выступления с презентациями, а на некоторое шоу. Так что оставайтесь с нами на связи. Мы постараемся вас удивить в этой части. Однако, если вы хотите еще и более быстро и нативно получать нотификации об этом, то подписывайтесь на наш канал в Телеграме. Это сделано не только для того, чтобы создать вам еще один канальчик, который отображается в чатиках. В первую очередь, это канал, где мы еще можем получить быструю обратную связь. И главное, там выкладываются все презентации в формате PDF, которые были на всех наших метапах. Ну, если только спикер, конечно, не был против этого по каким-то личным причинам. Ну, или комплайнсом компании. Поэтому там вы можете найти весь контент, квинтэссенцию опыта. И главное, что он публикуется ровно в ту минуту, как спикер заканчивает свое выступление. Поэтому обращайте внимание. Кажется, что мы сделали это достаточно удобным. Но, опять же, всегда будем рады обратной связи. Ну, вот, чувствую, что большая часть участников уже подключилась, и мы готовы переходить к следующим шагам. Первое, что мы сегодня хотели сделать, и с чего начать нашу программу, это с презентации того, что мы затеяли под названием Hackathon. Это назывался Hackathon, назывался New Data Tech, но на самом деле опытный пользователь может понять, что это не Hackathon, это был конкурс. Мы затеяли это достаточно давно. Нам хотелось вывести немножечко Data Science из той зоны комфорта, ну, или из той экосистемы, в которой она существует. Потому что большая часть участников, нас и меня лично, мы много лет занимаемся продвижением технологических решений. Мы участвуем в проектах по Big Data и Machine Learning. Мы продаем эти вещи, в общем, заказчикам практически регулярно. И мы сталкиваемся с тем, что это в идеальном мире действительно существует так, что есть конкретный датасет, то есть данные, есть конкретная задача, которую все согласовали и верифицировали, есть конкретный заказчик, у которого есть понятные метрики выбора работы. Однако в реальном мире такое практически никогда с нами не встречалось. Поэтому мы подумали, а что, если сделать что-то, что будет, с одной стороны, иметь техническую ценность, а с другой стороны, отдавать референс всей той несправедливости и более сложным законам, которые существуют в реальном мире. Мы создали конкурс, который находился на нашей площадке. Мы сделали специальный лендинг для этого. Сделали несколько примеров, которые помогли бы участникам понять, что мы от них хотим. Ну, то есть какая-то визуализация данных, которая наталкивает нас не только на интересные и забавные инсайты, но еще и доступно и понятно нам. То есть это сочетание сразу нескольких компетенций, не только аналитики данных, но еще и чувства рынка, каких-то социальных связей, потому что механика была голосования, каких-то познаний в UX-UI, что позволило бы это лучше визуализировать, ну и, наверное, какой-то удачи нетворкингу, ведь мы же нетворкинг-платформа. На самом деле было очень много подводных камней в этом мероприятии. Мы бы хотели очень честно и открыто вам рассказать на все, на что мы натолкнулись и с какими инсайтами мы столкнулись, пока это делали, что мы сейчас и сделаем. Но в любом случае хочется сказать, что у нас получилось это сделать. У нас было достаточное количество работ. У нас были очень интересные работы, которые понравились нам на личном уровне, и наши эксперты и аналитики высоко оценили их и техническую, и визуальную составляющую. Были работы, которые мы восприняли в обычном режиме, которые понравились, не понравились. В общем, это создало какие-то эмоции у нас. И у многих людей, которых мы спрашивали обратную связь, это тоже создало определенные эмоции. Кажется, здесь мы достигли своей цели и, главное, привлекли внимание к тому, что действительно данные – это очень многогранные. А выбор самых правильных данных или выбор решения на основании этих данных – это еще более многогранная ситуация, которую можно смотреть с разных сторон. Что мы бы хотели рассказать вам, чем поделиться? В первую очередь, конечно, мы затевали это достаточно масштабным конкурсом, однако достаточно расстроились конверсии участников. По итогам нашего продвижения этого конкурса у нас было 212 заявок, то есть 212 команд, которые собирались предложить свои результаты на этот конкурс. И только осталось 12 работ. Это фактически 5% конверсии, что очень мало, конечно, в сложившейся ситуации. Однако мы проанализировали, почему так произошло. В первую очередь, у нас был экспертный совет, и мы спросили у коллег, а что же, возможно, стало причиной, что у нас такая конверсия работы. Мы бы хотели поделиться результатами этой аналитики с вами, возможно, вы сделаете какие-то выводы при подборе таких процессов. Во-первых, действительно, многие нам сказали, что не было конкретной задачи. Любого технического человека или специалиста по данным отсутствие конкретной поставленной задачи ставят в тупик, и даже если изначально идея поучаствовать в хакатоне казалась им интересной, то, столкнувшись с этой преградой, многие отвалились. Это действительно объективный параметр, мы это прекрасно понимали и понимаем, что очень сложно работать без задачи. Даже есть такая шутка, хочешь испортить жизнь дизайнеру, дай ему открытый бюджет и открытую задачу. Но, тем не менее, в реальной жизни тоже так происходит. Также эксперты отмечали, что не было предоставлено данных, и что сложно создать что-то виральное. И это, безусловно, так. Данные тоже в реальности никто не предоставляет, их нужно выискивать, их нужно докапываться. И уж тем более еще сложнее продать и сделать так, чтобы их полюбили. Мы сталкиваемся с десятками проблем на рынке, когда внутренние эксперты пытаются продвинуть свое решение внутри своей компании, но им не удается это сделать, несмотря на то, что они делают удивительно сложные вещи. И мы бы хотели посоветовать, конечно, здесь, когда вы работаете с Data Science-экспертами, когда вы привлекаете их на задачи, либо вы сам являетесь, стараться уделить внимание действительно комплексности подхода под этого. Нельзя бросать одного технического специалиста на эту задачу и пытаться получить от него результат, который будет обладать критериями, который отлично покажется на совете директоров, который будет наглядно иллюстрировать реально более компаний. Это должна быть команда, и команда, которая состоит из нескольких человек. Как минимум, это должен быть бизнес-лидер, который знает, куда он двигается и что он хочет найти в этих данных. Это должен быть визуализатор, человек, который правильно понимает, как показать эти инсайты на данных. И это, конечно, должен быть непосредственно Data Scientist, человек, который понимает, как виртуозно общаться с этими данными. Мы сделали определенные выводы на основании этого. Также мы делали прозвон участников во время первых этапов конкурса, когда еще не все ответили, не все подали работы. И действительно выяснили, что декабрь – это сложнейшее время для всего рынка, но это очевидно, но и Data Science это тоже касается. Многие люди просто не смогли поучаствовать, потому что безумно перегружены. Эта же информация подтверждается нашими специалистами по HR, которые отмечают последние несколько лет сильно перегретый спрос на этих людей на рынке, что, в общем, тоже накладывает определенный след на то, как нужно взаимодействовать с этими людьми. Не искать их впрок для решения абстрактных задач, чтобы эти люди были. Эти люди лучше всего рекрутятся и принимаются на конкретную задачу с пониманием своих целей в будущем. И, конечно, дорого стоят. Поэтому эти вещи кажутся достаточно очевидными, но мы просто чувствовали их в полном мере на этой истории. Ну и последнее, что хотелось бы сказать из такого краткого брифа. Мы потом еще обязательно сделаем отдельный пост на ВИСИ или на Хабре, или там и там, где расскажем про все наши выводы и аналитики, связанные с этим хакатоном, как мы видели движение людей по заявкам, и как в последние часы дедлайна у нас появились все работы, кроме 20%, 80% появилось в последние буквально часы-минуты. И про это мы еще сделаем более подробный рассказ. Отдельно хотелось бы сказать, что действительно тот формат, который мы выбрали, а это конкурс в интернете, это очень спорный формат. Он очень сложный, там очень сложно соблюсти честность, там очень сложно соблюсти порядочность. Где-то у кого-то связи решают, кто-то прибегает к оппортунизму и нечестной конкуренции в этом части. С таким мы тоже сталкивались и подробнее расскажем в конце этой встречи, каким выводом мы пришли, как мы поступим с этой ситуацией. Об этом будет рассказано непосредственно уже в презентации итогов. Однако хотелось только сказать, что это действительно сложно, но так же сложно, как и в бизнесе. Там тоже зачастую встречается оппортунизм и разное поведение, поэтому мы постараемся излечь из этого какие-то выводы, которые будут полезны всем, и в дальнейшем поделиться ими с вами на правах обмена опытом. Вот, это все, что хотелось сказать на этот счет, на тему нашего хакатона. Позже, в конце этой встречи, после интересных презентаций, вы увидите тех людей, которые участвовали в этом хакатоне. Они расскажут пару слов про свои работы. Одно хотелось только сказать в конце. Дальше мы будем делать действительно это на другом уровне. Мы собираемся сделать серию мероприятий. Мы уже предварительно договорились с некоторыми заказчиками, что это будут живые данные настоящих компаний и вполне реальные их боли. Ну, не совсем реальные, не конкретные задачи, но реальные проблемы, которые нужно решить, и реальные данные. И реальные деньги этих заказчиков, надеемся. Поэтому дальше это будет очень конкретно, очень практически ориентированно, и мы призываем вас оставаться с нами, тоже надеемся, что получится еще вас удивить. Ну и все, закончили с этой частью про хакатон. Наверное, уже все дожидаются, когда начнут спикеры. Прошу тогда, прежде чем передать слово всем участникам, представлю, кто сегодня участвует с нами на митапе. Сегодня с нами будут коллеги. В первую очередь Евгений Афанасьев и технический специалист HP в России. Точно так же, как и Антон Федоров, первый выступающий архитектор решений HP Enterprises в России. Коллеги расскажут действительно бесценный опыт про то, как можно управлять Data Science и вообще анализом данных на примере большой компании, и какие решения для этого существуют. В следующем выступлении будет Романа Бунина, Роман-руководитель команды визуализации Яндекс.Го, а также автор очень интересного канала Reveal the Data, на котором постоянно есть какие-то интересные картинки и примеры того, что можно сделать данными. Роман сегодня расскажет про то, как можно делать фановую аналитику, как может выглядеть аналитика, хорошие и плохие примеры, и примеров много, думаю, что будет интересно. Ну и завершающее выступление, оно не менее интересное, от Дмитрия Корнева, директора по развитию партнерского бизнеса компании Intel в России. Дмитрий, насколько знаю, будет сегодня выступать с коллегой. Дмитрий расскажет про то, извини, Дмитрий, за фамильярность, как упаковать Data Scientist с помощью крутых гаджетов, которые позволят это делать универсально и действительно на уровне интерпрайза. Это основное, что мы хотели рассказать в преддверии. Коллеги-спикеры, попрошу вас тоже подключиться, сейчас поприветствовать участников, и мы начинаем переходить к деловой программе. Коллеги, добрый день. Привет, Алексей. Добрый день. Да, добрый день, коллеги, я передпочивался с вами на экран. Давайте быстро со всеми познакомимся. Евгений, здравствуйте. Добрый день, меня зовут Евгений Афанасьев, я технический специалист в филдпакарде, занимаюсь в том числе и искусственным интеллектом на инфраструктурном уровне, плюс сервера системы хранения данных. В общем, все как обычно. Да, спасибо, Евгений, сегодня ваше выступление вместе с Антоном. Антон, здравствуйте, вы тоже с нами? Да, да, добрый день. Да, здравствуйте, меня зовут Антон Федоров, я архитектор решений именно программно определяемой инфраструктуры, то, что вот на стыке между аппаратным миром, программным миром, и вот как раз вот про тот продукт, который Евгений сегодня будет рассказывать, непосредственно с нашими любимыми заказчиками занимаюсь именно тестированием. Я извините за вас подмечу, у вас будет безусловно интересный рассказ, но я скорее обращаюсь к нашим участникам из области технических экспертов, либо архитекторов, у которых есть какие-то вопросы, предполагаю, что они могут задавать вам и в чатик, и в личку, и как раз воспользоваться вашим участием в этом мероприятии для каких-то точечных запросов. В общем, к этому призываю. Также с нами сегодня Роман Бунин. Роман, здравствуйте, вижу у вас очень классный темный антураж. Коллеги, привет. Да, я сегодня вам покажу классные визуализации, которые вы вряд ли встретите в бизнесе, и постараюсь объяснить, чем они могут в бизнесе быть полезны. Спасибо, Роман, тоже ждем с нетерпением. Дмитрий Корнев, как видно, из компании Intel, и немножко связан с покемонами. Да, как ты меня уже представил, я сегодня не смог прийти на эту встречу один, поэтому пришел со своим другом, он от меня не отстает. И сегодня мы постараемся максимально кратко сжато, но в то же время полным образом осветить портфель решений, который необходим и максимально нужен каждому программисту, а также, наверное, чуть-чуть забегая вперед. Однако, если анонс уже в декабре, я считаю, что на таком мероприятии, как сегодняшнее, об этом можно тихонько шепнуть. В общем, пожалуйста, оставайтесь с нами, я уверен, будет интересно. У вас есть какие-то новости, да, там, интересно, что-то придумали опять? Ага. Ждем с нетерпением, в любом случае, да, это мероприятие уже, оно с декабря, но, как знаете, как при записи шоу, каких-то большая часть еще посмотрит в онлайне весь декабрь, так что, думаю, мы как раз right on time. Ну, спасибо за эти приветствия, тогда, в общем, я прошу Антона и Евгения начать готовиться, а моих коллег запустить пока видео, которое предшествует выступлению Антона и Евгения, а Романа и Дмитрия, в общем, можно пока отключить видео, и к своему выступлению мы вас тоже ждем. Я тоже не буду мешать. Вначале ролик коллег из HP, потом выступление. Спасибо. Подскажите, пожалуйста, видно презентацию? Прекрасно видно, вас слышно, все, можно начать. Отлично, спасибо. Так, сегодня я рассказываю про наш программный продукт, это HP, измирал ML Ops. Вообще, есть много определений, что такое искусственный интеллект, ну вот, и что такое машинное обучение, что такое глубинное обучение. Мне больше всего понравилась такая полушутка, в чем отличие искусственного интеллекта от машинного обучения. Если это сделано на питоне, скорее всего, это машинное обучение. Если это сделано в PowerPoint, скорее всего, это искусственный интеллект. Поэтому мы сегодня постараемся говорить о машинном обучении. Что нам пророчит Гартнер? Гартнер нам пророчит и рост доходов компаний от использования искусственного интеллекта, и, естественно, новые капиталовложения в эту область со стороны компаний. Важно отметить, что компании можно разделить на два типа. Первая – это компании, для которых искусственный интеллект и связанные с ним продукты являются основной деятельностью. Ну, они тут, наверное, лучше нас все знают. А вот вторая часть компаний – это компании, которые хотели бы внедрить элементы искусственного интеллекта, либо программные продукты на их основе, разработанные, возможно, внутри компании. Но данные решения не являются основным видом деятельности для компании, а просто тем или иным способом помогают в ведении бизнеса и, возможно, увеличивают доходы компании. Что показывают исследования? 50% компаний слышали, что есть искусственный интеллект и хотели бы этим заняться. Но попробовали только 30%. Это значит, что предприняли попытки, но до конца не дошли. И вот только 20%, которые смогли внедрить решение в промышленную эксплуатацию. Опять же, спросим старину Гартнера. Почему? Около 60 моделей, как считает Гартнер, разработанные для постоянной эксплуатации, в действительности никогда в эту эксплуатацию не вводились. И причин этому может быть много, но основная – это недостаток инструментов для ввода в промышленную эксплуатацию и для поддержания работы системы. То есть, можно разработать, но сложно поддерживать и сложно выдерживать весь цикл жизни такого продукта с искусственным интеллектом. В чем подвох? Ну, начнем с технической части. Для стороннего человека искусственный интеллект, машинное обучение выглядит так. Есть, на примере распознавания картинок, есть картинка, черный ящик, она говорит, что это королевская цапля. Замечательно. А вот, на самом деле, все выглядит, ну, как-то так, даже в упрощенной схеме, как-то так. У нас есть входные данные, нам нужны данные для обучения, нам нужно эти данные где-то хранить, нам нужно контролировать работу модели, нам нужно ее обновлять, нам нужно следить за использованием библиотеками, нам нужны отчеты, нам нужны проверки, что модель работает правильно. И это все надо как-то организовать, да, то есть разработать модель – это малая часть дела по сравнению с тем, чтобы ее внедрить именно в промышленную эксплуатацию для компаний. Если мы возьмем цикл, который проходит то или иное решение, и хорошо, если оно доходит до конца, да, то он выглядит вот таким достаточно сложным образом. То есть от вдохновения и новых идей до эксплуатации мы проходим много-много этапов. И это и обсуждение, и разработка пилотного проекта, и работа с данными. С данными возникает отдельный вопрос, это доступ, собственно, к этим данным, потому что всегда есть разграничение доступа для сотрудников компаний, как это все правильно организовать, это задача. И плюс, после того, как мы это внедрили, нужно проверить, что модель работает и работает правильно. То есть не доверять ей, как уже некому решению последней инстанции, а все-таки контролировать ее работу. Соответственно, в чем сложность? Нам нужно подготовить данные и разработать модель. Данные должны где-то лежать, к ним должен быть доступ, как я сказал, разграниченный. Нам желательно иметь масштабируемую систему для разработки модели. То есть вначале разработчик делает это все на ноутбуке, потом запускает на более производительной системе. Ему желательно избежать дублирования данных, то есть иметь общее хранилище. Дальше нам нужно подготовить инфраструктуру для обучения модели. Разработали ее на маленькой инфраструктуре, нужна инфраструктура побольше, чтобы быстрее обучать модели, желательно с видеокартами. Это следующая трудность. Что у нас еще идет дальше? Дальше всегда есть вопросы к масштабируемости как кластера обучения, так и кластеров, на которых уже происходит внедрение. Плюс есть сложности со стандартизацией. Необходимо выявлять вовремя и устранять ошибки. Необходимо, что отличает работу компаний, которые не связаны напрямую с искусственным интеллектом. Необходимо взаимодействие с другими сервисами, которые уже есть в компании. То есть это не только подгрузка данных, но и интеграция интерфейсов, взаимная передача информации, ведение пользователей и так далее. И плюс к этому, естественно, это безопасность. Что важно и что отличает корпоративный сектор от всех остальных, это безопасность. Я выписал отдельные признаки, отдельные потребности, которые существуют для крупных, для средних компаний. То есть первое, это продукт должен быть легко разворачиваемый и поддерживаемый. Если компания, которая разрабатывает как основной вид деятельности программные продукты, у нее есть много опытных специалистов. Если же компания занимается чем-то в другой сфере, но ей нужно для внутренних бизнес-процессов использовать модель искусственного обучения, то нужно удобство для разворачивания и подготовки работы инфраструктуры. Как я говорил, не является основным бизнесом. Это подспорье для принятия решения, допустим. Дальше у нас и высокие требования к безопасности и необходимость интеграции со службами каталогов. Разграничение прав доступа к данным и моделям. Контроль качества работы. Если такой типичный пример, который, кстати, часто всплывает у меня как пользователя на Алиэкспрессе. Если человек купил диван, значит ему надо предложить еще больше диванов, ему нравятся диваны. Но на самом деле это неправильно. То есть ему скорее надо предложить подушки для диванов или покрывало, а не второй, третий, десятый диван. Поэтому нужно всегда проверять, насколько эффективно работает модель. Как в моем примере речь идет о рекомендательных системах. Во-вторых, масштабируемость. Всегда, если модель удачна, то постепенно она будет обрабатывать все больше и больше данных. Поэтому мы должны уметь быстро и легко масштабировать систему. Дальше повторное использование ресурсов и перераспределение общих ресурсов между командами разработчиков, между, возможно, инфраструктурой для промышленной эксплуатации. Возможно, сплавно передавать эти ресурсы. Взаимодействие с ПО, которое уже есть в организации. И возможность как использования собственного оборудования, так и обращение к публичным облакам, либо гибридной модели. Собственно, именно это и предлагает наше решение HP Esmeral ML Ops. Это решение полного цикла для систем с машинным обучением. Это разработка, обучение, внедрение и мониторинг решений, использующих машинное и глубинное обучение. То есть желательно, чтобы все члены команды и команды между собой работали, примерно как эти люди, забивающие сваю. Итак, если мы внедряем HP ML Ops, то, что мы получаем? Первое, и одно из самых важных, мы получаем безопасность и контроль корпоративного уровня. Это возможность деления доступа к данным. Это контроль каждого человека, что он делает. Это возможность выделения команды, выделения командам различных ресурсов. Чтобы достичь масштабируемости и контроля ресурсов, мы предлагаем использовать контейнерные решения. Мы даем возможность выбора интерфейсов. У нас есть уже готовые интерфейсы, которые вы в фреймворке, которые вы можете быстро разворачивать в этой системе. Есть интеграция с, естественно, с Python, со Spark, TensorFlow. Для обучения вы можете выделять отдельные кластеры для сред машинного обучения с уже установленным программным обеспечением. После того, как мы произвели внедрение, опять же, отдельный кластер, который легко масштабируется за счет использования контейнерных решений. Больше нагрузка, значит увеличиваем количество узлов в кластере, контейнеров в кластере. Меньше нагрузка, мы ее сокращаем. Контейнер – это универсальное решение, которое позволяет легко управлять нагрузкой и адаптироваться к существующей нагрузке. Плюс полная наглядность и возможность интеграции с другими продуктами. Есть интеграция с ГИТом, есть реестр моделей и репозиторий проектов. То есть все, что нужно для разработчиков, все, что нужно для администраторов, для ведения уже готовой модели, готового проекта по его жизненному циклу. Состоит система из нескольких вещей. Первое, мы используем Kubernetes как систему артистрации контейнеров. Легко масштабировать, нелегко настроить в начале, но именно для этого и существует наше решение, чтобы Kubernetes легко можно было настроить. Делается это с помощью другого решения, блюдата. Компания не так давно бы ее купили. Она позволяет разворачивать кластеры Kubernetes. Она позволяет работать с stateful приложениями, то есть приложениями, которые не готовы для работы с контейнерами. Изначально она позволяет организовать доступ к корпоративному уровню с разделением политик и позволяет работать с видеокартами. И плюс универсальное хранилище, опять же, с правами доступа, с возможностью создания геокластеров, с мультитенанси. Единое хранилище для всех данных. Каждая команда может получить доступ к тем или иным данным и использовать их. Данные не надо дублировать, копировать. С другой стороны, вы имеете, ну или ваша команда имеет доступ только к тем данным, которым вы разрешили. Основано решение на Esmeral Container Platform. Это именно система управления и регистрации кластерами Kubernetes. И внутри у нас работает система HP Esmeral ML Ops. Это система, которая позволяет проходить по жизненному циклу работы приложений с искусственным интеллектом. То, о чем я только что рассказывал. Какие преимущества мы получаем? Первое, это полное управление жизненным циклом. Второе, что, наверное, не любят разработчики, но любят администраторы, это стандартизация процессов. Возможность применения различных типов тестирования. Это безопасность корпоративного уровня. Это стандартные методики управления, разработанные давно и не привязаны напрямую к машинному обучению, но отлично в них работающие. Это унифицированная платформа для работы с различными приложениями для разработки в искусственном интеллекте, в машинном обучении, в глубинном обучении. И последний немаловажный момент – это гибридность. Вы можете работать на своем оборудовании, можете запускать контейнеры в публичном обучении, можете организовать, и, наверное, самый правильный вариант – это использовать гибридную модель. С точки зрения бизнеса вы быстрее получаете ответ, вы быстрее получаете результат. от внедрения решений вы не тратите время на дополнительные неокры и нету мук творчества с программным и аппаратным обеспечением. Вы повышаете производительность труда ваших сотрудников за счет того, что есть автоматизация, развертывание систем внутри. Снижаете риски и имеете куда больше шансов дойти до конца во внедрении модели и получаете отличную гибкость и эластичность в работе системы. Так, вопросы? Коллеги? Так, давайте, у нас поступают какие-то вопросы еще. Там вопрос Евгению. Евгений, а зачем использовать платный и проприетарный продукт вместо опенсорсных Airflow Kubernetes? Я предполагаю, есть какая-то версия этого? Смотрите, мы используем опенсорсный Kubernetes. Вы можете устанавливать в наши системы, вы используете опенсорсный Kubernetes. Используются последние три релиза, поддерживаются, крайне сказать, последние три релиза опенсорсного Kubernetes. Для чего требуется использование таких проприетарных, скажем так, решений сверху? Это, если Kubernetes это оркестратор контейнеров, то MLOps и Esmeral контейнер платформы это оркестратор кубернетисов. Известно, что поставить, развернуть Kubernetes задача не всегда тривиальны, особенно для людей, которые не погружены в разработку на Kubernetes. Здесь у нас, в нашей системе, Kubernetes вам доступен, вы можете с ним работать напрямую, но в целом работа системы, она скрывает отношения вас и Kubernetes позволяет работать без технических тонкостей в настройке и подготовке кластеров. Это, скажем так, то, что вы получаете взамен того, что вы делаете с нуля, from scratch. Вы можете, вы ускоряете процесс, подготовьте системы и стандартизируете процесс жизненного цикла разработки приложений. Так, надеюсь, я ответил на вопрос. Да, ответил, но я задам, наверное, еще какие-то уточняющие вопросы к этому моменту, потому что действительно такая практика происходит у многих компаний. Наверное, интересно было бы сейчас пообсуждать, то есть зачем крупные компании создают какие-то билды, сетапы и так далее, если действительно в вопенсорсе очень много каких-то решений для уже Data Science, и их можно использовать, в общем, бесплатно. Мы тоже проводили какую-то аналитику на этот счет. Вот, наверное, лучшая практика, вот, Евгений, как считаете, давайте чуть-чуть подискутируем, Антон, лучшая практика действительно оставлять ядро какое-то на развитии опенсорсного сообщества, чтобы это было вместе с рынком, но при этом действительно это является неподсильной задачей для даже очень дорогих data-инженеров, которые собирают это в одну цикл, сделать так, чтобы это не ломалось на каждом углу и работало не на коленке. Вот у вас какой взгляд на эту ситуацию? Абсолютно верно, да. Если компания занимается, как бы для нее, как я говорил, основная разработка таких моделей или таких решений, то, в принципе, ей это, ну, вот, решение, о котором я рассказываю, оно ей не требуется, потому что ее штат сотрудников и основные ее расходы именно на мозги этих сотрудников, да, которые умеют работать и с инфраструктурой, и с кубернетисом, и с системами разработки. Но большинство компаний из любой другой сферы, это, не знаю, там, нефтянка, промышленность, медицина, да, много что еще, да, то есть любые компании, которые не зарабатывают непосредственно разработку этой модели, для них содержание огромного штата таких головастых, умных людей, разобирающихся не просто в IT, а именно в решениях машинного обучения и в разработке, в DevOps, в Agile, в CICD и так далее, это, ну, как бы, неразумная трата финансов с непонятным результатом. Здесь же вы можете силами уже существующих специалистов, ну, или добавлением небольшого числа сантеист-дата-инженеров, вы можете эту проблему закрыть, да, и разрабатывать что-то, что помогает именно вашей компании, да, внутри расти, развиваться, получать новые данные из уже, новые инсайты, да, то есть новые выгоды из существующих, возможно, уже давно пылящихся данных в архивах. Возможно, интересно провести аналогию с не менее известной технологией, как Hadoop, которая, ну, используется для распределенных вычислений и хранения данных. Действительно, это тоже была опенсорсная технология, однако практически ни одна компания, крупная и промышленная, не использует ее как опенсорсное решение, а использует какие-то коммерческие оболочки вокруг нее, потому что оригинальный продукт, то есть там очень сложно настраивается, ролевая модель, права доступа, информационная безопасность и так далее. Поэтому люди предпочитают использовать такие вещи. Я просто хотел к этой теме поделиться с вами личным примером увлажнителей. Сейчас зимний сезон, и все начинают там увлажнять воздух. Крутой увлажнитель воздуха может стоить там, там, от 5 до 100, да, и больше 1000 рублей. Но в основе каждого увлажнителя, который, знаете, ну, с таким парчиком выпускает верхний, который крутится барабан, который выпускает пар, это маленький такой пьезоэлемент, который создает микровибрации. Вот такая штука стоит 500 рублей. И, в принципе, ее можно купить там на Алиэкспрессе или где-то еще. И я даже попробовал это сделать и положил в большой контейнер 10 таких штук. Они создают очень много тумана. Но какая же это ужасная штука поддерживать эту историю. Теперь это не работает. Купил в итоге нормальный увлажнитель, потому что постоянно они то перегорали, то вода там заканчивалась, надо как-то оценить. В общем, это так немножко решает задачу и много дешевле, но не является стабильным решением для интерпрайза. Если у кого-то есть какие-то мысли на этот счет, тоже напишите в чатик сейчас. Давайте, может быть, расскажете что-то наоборот. Алексей, еще хотел добавить к вашим словам и словам и Евгении, что всегда коммерческий продукт это и есть схема разделить для ответственности. То есть когда вы отличные специалисты разбираетесь в кубернетисе, используете, можете жизненные циклы поддерживать, но что-то не так, история для предприятия может закончиться в один день, если какой-то там непонятный вышел баг, что-то случилось. Здесь всегда можно разделить ответственность. Как Евгений сказал уже, что для компании всегда очень важно это вопросы безопасности и вопросы аудиофикации, интеграции в службы, духа актерной аудиофикации, активный директор и так далее. Опять же, настраивать все это самому, это велик риск. Ну и потом еще попробовать оказать это службе безопасности в компании, что у тебя все окей, соответствует всем стандартам и так далее, что ты все правильно настроил. Также есть там целый стэк продуктов, которые, там есть уже, например, готовые решения под те или иные виды машинного обучения, то есть там App Store собственный, есть уже, где не надо придумать под определенную референсную архитектуру. Поэтому, да? Да, нет, нет, я просто хотел дополнить, наверное, одним словом, которое сейчас очень модно произносить, то есть, знаете, мы там тоже анализировали, кто за что платит коммерческим вендорам, платит за экосистему, скорее всего, вот такое словечко, на чемоданное. Да, хорошее слово, да. За экосистемой, за поддержку. И вы знаете, кому бежать, если что-то не заработало. Это, на самом деле, да, большое-большое подспорье в этом случае. Есть еще один вопрос в чате, но я предполагаю, что это вопрос какой-то для персонального ответа. Дмитрий Савченко написал слово стоимость, наверное, предполагаю, что ему интересно, либо почему так дорого, либо сколько именно, но, либо, наоборот, почему так дешево. Но я думаю, что это не вопрос паблик-тока, но просто обратите внимание на Дмитрия, может быть, стоит написать ему в личку об этом. Хорошо. Да, спасибо большое. Я прошу тоже в чате там скинуть какие-нибудь смайлики, ладошки и так далее. Мы благодарим большое Антона и Евгения. Очень интересный рассказ. Действительно, на уровне компании это сильно отличается от того, что можно сделать на своем локальном компьютере. И с нашей стороны небольшие аплодисментики. Спасибо. Ну, а мы переходим к следующему рассказу под звуки аплодисментов. Роман, здравствуйте. Да, аплодисменты частично уже встречают вас. Вы сами шарите презентацию, как мы помним. Да, все верно. Отлично. Тогда ваше время. Спасибо большое за интересную подготовку. Коллеги, привет. Я вам сегодня хочу рассказать про визуализацию данных для фанны и бизнеса и рассказать, как она вообще, визуализация может использоваться не только в таком привычном для вас, наверное, бизнесовом ключе, но и для каких-то вещей, наверное, более подчиненных и медийности. Давайте с вами познакомимся. Меня зовут Роман Буниан. Я, правда, очень люблю визуализацию данных. Считаю, что это очень важная область знаний человечества, которая помогает, в первую очередь, управлять компаниями, а во вторую, на самом деле, еще получать всякие разные инсайты, удовольствие, юмор, смех, вот это все. Основная система, которая работает на Табло, работаю с ней довольно давно уже, раньше писал на JS, потом понял, что это все долго, сложно перешел в локод перформа. И сейчас руковожу команду визуализации в Яндекс.Гоу. Это такси, лавка, еда, все, что двигается по городу. Там мы являемся внутренне консенсивной компанией, по сути, командой, которая занимается обучением аналитиков, визуализации данных. И там я работаю, собственно, с классическими дашбордами, которые помогают нашей компании двигаться вперед. А помимо вот этой вот бизнесовой визуализации, я еще очень люблю визуализацию разную, которая делается с журналистами данных, которая делается на всяких медийных площадках, потому что, на мой взгляд, из нее очень много можно всего вытянуть и в бизнесовую визуализацию. А во-вторых, у этой визуализации тоже есть разные цели, которые мы с вами сегодня посмотрим. В целом, мой рассказ будет посвящен большому количеству примеров, и я такие примеры собираю, если будет интересно приходить, почитать, посмотреть подборки. В общем-то, мы с вами смотрим с вами много примеров, и просто по ней пройдемся, и расскажу, как каждый из примеров, ну, наверное, используется, ну, может использоваться компанией. Первым, с чем мы начнем, мы поговорим про визуализацию своих данных. Что может быть интереснее для человека, чем визуализировать что-то, посвященное ему. Ну, я, например, такой датакик немножко, поэтому я очень люблю это делать. Вот здесь, например, на слайде визуализация того, сколько времени я трачу на визуализацию. Каждый кружочек – это один день мой рабочий. Размер этого кружочка – сколько времени я провел в табло. Цветом просто подсвечивается больше или меньше половины рабочего дня. Ну, вот я такие штуки обожаю. Это история больше, конечно, про такой фан и дата-арт. Здесь сложно видеть какую-то прям детальную аналитику, но зато, когда я на это смотрю, мне радуется сердце. Можно визуализировать свои данные по-разному. Например, очень многие трекают свои данные, я тоже трекаю. Причем сейчас есть очень много возможностей, чтобы это все получать. Здесь на карте там мои перемещения за год в России, которые были. Слева есть графики, которые посвящены тому, как там у меня проходят, что по разным дням. И, в общем, это тот раздел данных, который близок к каждому человеку, и все очень любят их визуализировать. И эти истории используются, ну, и лично энтузиастами, а еще они используются и в медицинской деятельности, и в компаниях. Дайте посмотрим сначала про медийную историю. Например, в 2016 году вышла статья в New York Times, в которой была представлена история одного человека, который прошел длительный путь похудения. И это представлено в виде вот такой вот инфографики, где во времени меняется вес этого человека. И самое интересное, что он при похудении, при каждом прохождении какой-то границы делал себе татуировки. И это называется там, я не помню, точно называется статья, но, в общем, история про вес татуировки. И такая вроде простая визуализация, но она вовлекает очень читателей тем, что здесь рассказана целая история одного человека. За ней интересно следить и смотреть, какие у него были провалы, где он октатывался где-то обратно, и понимать, что ты можешь делать так же. Кто-то визуализирует не свой вес, например, свой ритм сердца. И здесь, например, на графике человек отложил, как билось его сердце во время, когда он делал предложение своей девушке. Здесь расписана тоже вся история. Очень простой график, но за счет этих подписей это получается целая настоящая история, за которой очень интересно следить. Здесь указано, что они делали, что они купили мороженое, что был тот самый момент, когда он сделал предложение. И это очень интересно. Это такая тоже фановая история, за которую просто интересно посмотреть. И некоторые люди идут и дальше. Кто-то паблишит довольно более интимные данные. Например, тоже пульс во время занятия любовью. Эта девушка опубликовала на Reddit такую визуализацию, где показывает, как с помощью секса можно сбрасывать вес и измеряет, сколько минут. Сколько минут аналогично по пробежке по беговой дорожке. Кто-то идет дальше по этой нашей любовной истории и делает визуализацию, которая мне очень нравится, которая очень необычная. Это визуализация сна и бодрственного младенца в первый год жизни. Каждая строчка здесь – это один день. Каждый стежок – это шесть минут жизни маленького ребенка. И вот здесь видно, что сверху вниз идет постепенное формирование образа жизни у ребенка и некого ритуального сна. То есть сначала ребенок постоянно то спит, то побуждается, а в конце у него уже появляется, ближе к первому концу года жизни, появляются явные две полоски дневного и вечернего сна и большой ночной сон. Вот такие визуализации, они очень популярны в интернете и приобретают довольно широкий охват. И это понимают не только люди, которых делают, всякие энтузиасты, но и компании. Поэтому компании личные данные пользователей тоже визуализируют. И мы сейчас с вами посмотрим пару примеров, как это происходит. А первый способ визуализации данных внутри компании – это, конечно же, всякий трекинг. У нас с вами у всех сейчас есть умные часы, умные весы, куча разных умных гаджетов и приложений, которые за нами следят. И есть действительно люди, которые просто за этим следят сами. А есть, когда людям предлагается, например, в книгах по чтению, сколько времени ты прочел, какая у тебя скорость чтения, какая средняя скорость чтения у людей. В общем, какие-то механики, которые с помощью визуализации позволяют тебя вовлечь в использование этого приложения. Здесь основной метрикой успеха таких визуализаций является условное повышение ретеншина человека в это приложение и вовлечение его в работу. Также там работают обычно всякие еще механики гиммификации, но сам путь подачи это обычно какая-то визуализация в виде графиков, топов и так далее. Это первый способ, где люди, где компании используют ваши личные данные для того, чтобы вам их показать. И это очень вовлекает пользователей, потому что свое родное про себя. еще компании очень часто используют такие данные, чтобы подводить, например, итоги года. У нас сейчас с вами скоро Новый год и нас ждет с вами опять волна на самом деле очень классных проектов, посвященных тому, как ваш год прошел. Например, Тинькофф в том году показывал, здесь нет какой-то сложной визуализации, это в принципе обусловлено тем, что этот продукт рассчитан на очень массовую аудиторию, поэтому здесь сложно визуализировать, наверное, не нужно, но здесь есть всякие забавные факты, можно увидеть, что ты ел чаще всего, сколько ты денег заработал, сколько денег потратил, и это, на мой взгляд, прикольно и вовлекает. Надеюсь, что в этом году нас ждет тоже много интересных таких визуализаций. Мы, например, в Яндексе тоже такое делаем, про такси, например, в 2017 году делали рассылку в конце года, где выводили пользователям какие-то интересные факты о прошедшем году. Например, если ты много ездил ночью, получал вот такой стикер. Если ты также тебе показывал, сколько ты проехал поездок и так далее. А у такой визуализации, у такой анализа информации основная цель это же, конечно, охваты и некая медийность. Люди такими визуализациями и информация активно делятся в сетях, и они действительно хорошо разлетаются, когда люди, например, отсылают, что смотрите, я в том году там постоянно ел сырки, это же так забавно. Поэтому здесь основной метрикой успеха таких проектов является охвата, ну и именно вопрос, сколько людей поделились такой визуализацией, как часто шерят. Помимо визуализации личной, когда мы визуализируем информацию о каком-то конкретном пользователе, также компания, а, еще один пример, это, ну, например, PlayStation тоже рассылает, Sony рассылает, во что ты играл, сколько, приносил заработал и так далее. помимо личной информации компания также визуализирует и информацию общую какую-то, просто какие-то интересные визуализации, которые привлекают людей для, ну, узнать, что это компания, узнать какую-то интересную информацию и так далее. Существуют отдельные компании, например, у газеты New York Times есть отдельное подразделение UpShot, которое занимается созданием интерактивных историй. На мой взгляд, это одна из самых лучших команд, которая работает с визуализацией данных, и там есть чему поучиться с точки зрения дизайна, представления информации и рассказанной истории. Есть также такие же здания другие, North538, тоже направленные только именно на создание даты истории, и есть в России тоже аналогичные подразделения в российском медиа, это, например, студии инфографики ТАСС и так далее. Мы, например, делали такую инфографику для Тинькофф журнала в компании лаборатории данных, где я раньше работал, и это довольно был успешный проект. Здесь, конечно же, тоже основным метрикой успеха является охваты. Вот у нас был проект про расчет стоимости жилья, и здесь был калькулятор, где ты мог посчитать, что тебе выгоднее снимать, либо купить квартиру, точнее, либо копить, либо купить квартиру в ипотеку. Ты тут мог ввести, сколько денег накоплено, в общем, какие процентные ставки сейчас по вкладам и по ипотеке, где ты хочешь жить, и ты мог подвигать всякие ползунки и получить результат. Очень классный проект, который мне очень нравится, и главное, что он зашел довольно хорошо аудитории. Если говорить о метриках охвата, то эту статью посмотрело на данный момент 665 тысяч человек, что довольно много, потому что если сравнивать, например, с аналогичными статьями, какой-то у них охваты сильно скромнее, например, 34 тысячи. То есть такие, визуализация таких данных позволяет медийным и социальным компаниям привлекать трафик на свои материалы. Покажу еще один пример, который очень люблю. Блумберговский пример, это пример той визуализации, которую вы никогда не увидите в бизнесе, но которые просто супер потрясающе работают. Здесь на визуализации по сути большая таблица с разными профессиями и показано, кто знаком женится. То есть если мы с вами наведемся на докторов и хирургов, то увидим, что они женятся сами на себе, кружочек замыкается, при этом есть и традиционные пары, то есть кружочек полностью розовый, значит это избийская пара. Если кружочек меняет цвет, то это разные. Тут забавно, что они женятся в основном только на учителях и на медсестрах. Но медсестры логичны, а вот почему учителя попали в такой выбор у врачей, это, по-моему, очень необычно. И здесь прямо можно провестись и посмотреть, кто с кем на ком женится. Видно, что, инженеры, которые занимаются электроникой, почему-то тоже очень любят учителей младшей школы. И так далее. Здесь задача этой визуализации не показать данные в наглядном и таком сразу виде понятно. Здесь задача вовлечь побольше времени провести на сайте. Поэтому она может показаться сначала сложной, но очень интересной именно для изучения. Ты просто в нее проваливаешься и можешь часами сидеть, искать свои профессии и так далее. Давайте посмотрим, на ком женятся программисты. Девелоперс, наверное, как они тут зовут. Софтверд девелоперс. Вот. Видите, наша с вами индустрия, она в основном сами на себе мы замыкаемся и в IT работаем. Помимо вот таких вот именно чисто медийных историй, есть и большие компании, которые дел все визуализируют. Например, компания Google имеет отдельный проект, направленный на реализацию разных историй, ну, такого тоже медийного характера, но в основном посвященных анализу Google. У них прям отдельные странички под эти есть проекты. И, например, они анализировали, как люди ищут что-то со словом как. Например, как починить туалет, как завязать галстук и так далее. Здесь есть очень прикольная визуализация. Например, есть карта мира, что, например, у нас с вами в Украине больше всего запрашивают, как починить стиральную машинку, в России тоже стиральную машинку. А вот где-то на Африке там больше вопрос про холодильники. Ну, видно, логично, мы с вами стираем, а там у ребят видно, жарко. Поэтому такие проекты именно направлены тоже чисто на привлечение пользователей, ну, наверное, какой-то просто фан-интерес. То есть, например, как приготовить какую-то еду, как что-то делать, наверное, как целоваться люди ищут, как завязать галстук и так далее. То есть визуализация направлена на какие-то привлечения аудитории, но делается уже крупной компанией. Я, наверное, делал такой же анализ, похожий по Яндексу такой старый, не такие материальные, как скажем, запросы. Люди спрашивают, как быть счастливым, как быть здоровым, как похудеть и так далее. И если посмотреть на Москву, то в Москве больше всего спрашивают именно, как быть здоровым, а потом уже как быть счастливым. А если обратить внимание на Питер, то наоборот, здесь интереснее в предотекте счастье. Видно, я думаю, погода влияет в Москве и на экологии не очень. Помимо таких шуточных историй, компании делают и серьезные. Это опять же проект Гугла. Он, например, посвящен тому, как люди что-то ищут перед президентскими выборами в Штатах. То есть видно, как в разные года, в которые проходили выборы, как во времени года менялись запросы. И это все представлено в виде такой интерактивной истории, где можно посмотреть анимацию, запустить. И, в общем, делается это все с такой любовью. И визуализация, опять же, не бизнесовая, но визуализация направлена на привлечение трафика. В Яндексе, например, то же самое делают. Во-первых, у нас есть отдельная, чисто, большая часть именно Яндекс. исследования. Это отдельное подразделение, которое занимается разработкой таких же датожурналистских материалов. Их очень много, они направлены на разную историю. И мы здесь с помощью именно данных, которые есть у нас, и открытых данных стараемся как-то показать, как устроено современное общество в основном. И в такси тоже это делаем, но более локально. В такси, например, у нас проводятся такие же хакатоны, как проводилось сейчас с вами на визуализации. И часто в рамках этих хакатонов выявляются какие-либо забавные факты. То есть мы, как аналитики, садимся, наверное, с ребятами и начинаем анализировать, а что прошло за какой-то год, а какая была самая длинная поездка и так далее. То есть компания тоже использует именно анализ данных всех пользователей для того, чтобы сделать какую-то красивую визуализацию и как-то привлечь внимание. Вот, например, самая длинная поездка, самая короткая поездка и так далее. Например, эти цифры были получены реально в рамках проведения внутреннего хакатона, где аналитики собрались и анализировали интересные данные. И потом эта история использовалась именно для привлечения внимания и медийности. В общем-то, то есть визуализация вот такая фановая используется, понятно, что большими компаниями именно, опять же, в смыслах охватов. Здесь цена и метрика тоже будут охваты, перепосты и всякие другие метрики, которые привязаны к медийке. Последний вид визуализации, который посмотрим. Мы по ним с вами просто пробежимся. Хочу показать, что такое просто тоже бывает. Есть отдельное направление дата арта, где люди просто делают на основе данных красивые, в общем-то, картинки, которые больше, наверное, цены не аналитической какой-то чистотой либо какими-то выводами, сколько просто со статической стороны. Здесь картинки совершенно разные, бывают красивые карты, бывают вот такие вещи в физическом мире, например, частота набора разных клавиш, как часто пользуются какими-то конкретными клавишами клавиатуре. Есть истории, где люди визуализируют свои данные в ручном виде и делают тоже на такие необычные визуализации, но на своих данных личных. Есть что-то близкое уже к настоящему искусству, к современному, то, что люди на основе данных, то есть здесь вы видите, например, именно это тоже картина, это на основе данных и левой, правой картинкой что-то было, не помню, что точно, но в общем на основе данных. В общем, хотел показать в презентации, что визуализация бывает совершенно разная и что даже такая необычная сложная визуализация используется компаниями, но в основном для привлечения внимания и вовлечения пользователей в их продукты либо в узнаваемость бренда. И это такая уже больше полумедийная история, но кажется, что такие вещи правда могут помогать. Собственно, вот результат, мне кажется, нашего хакатона, который прошел, они про это, про то, чтобы найти какие-то интересные выводы, которые бы могли быть интересны широкой аудитории. Вот, у меня все, если у вас будут вопросы, буду рад ответить. Да, Роман, очень интересно было послушать все эти прям огромное сборище каких-то прям конкретных примеров, очень порадовало, что у вас тоже есть хакатоны с такими интересными результатами внутренними, это прям классно. Так что, мы будем тоже у вас учиться, надеюсь, и вам тоже что-нибудь интересное подкинем. И очень много, конечно, у меня личных вопросов на тему визуализации данных. Если сейчас останется время, я позадаю их, но вначале вопрос от Инцафа, причем Инцаф участвовал у нас тоже в хакатоне, он спрашивает следующее, как прокачать намок визуализации? И в целом, в чем ценность сложных визуализаций? Так как классические графики с Экселя бизнесовы почти всегда закрывают задачи с подачей информации. Так, если говорить про навыки. Ну, для того, чтобы прокачать навыки, давайте тоже пошарю опять экран. Ну, у меня есть такая статья, потом могу скинуть ее ссылочку на нее. Ну, в целом, я разделяю, что для того, чтобы классно визуализировать навыки, нужно знать вот такой набор навыков. То есть, надо знать графический дизайн интерфейсов и стори-теллинг для того, чтобы красиво подавать информацию. И надо такие больше дизайнерские, так скажем, навыки. И есть навыки больше технические, надо знать, как работает инструмент, уметь программировать, если это нужно, обрабатывать данные, ну и в общем, с бизнесом общаться. Ценность сложных визуализаций, она, ну, как отчасти преувеличена, в том смысле, что сама визуализация ради визуализации, конечно же, это, ну, какая-то история неинтересная. Сложная визуализация работает в двух случаях. Первый случай, когда вы делаете какой-то очень сложный аналитический инструмент, например, вы инженер-биолог, и вы делаете инструмент для анализа, для докторов, которые будут исследовать геном кишечной бактерии, у нас был такой проект, и они потом эти данные будут заливать в эту SAS-платформу и их там визуализировать. И там не подходят обычные графики, ну, просто по структуре данных, это ДНК, там все очень необычные, интересные и так далее. Поэтому там делают сложные визуализации, которые, ну, то есть решают конкретные задачи для неаналитиков. То есть, если нам нужно сделать аналитический инструмент для неаналитика, там может быть сложная визуализация, которая поможет. Второе, это то, что я сегодня рассказал, сложные визуализации часто вовлекают очень зрителя в работу с ней и помогают, ну, собственно, получить просто охваты, время проведенное и получить, собственно, те эндорфинчики, которые мы с вами получаем от того же использования YouTube, но, на мой взгляд, более, так скажем, ну, не знаю, в моем, более полезном, наверное, в моем мире это так звучит. Вот. Роман, есть еще один вопрос, достаточно интересный, ведь действительно, визуализация данных, она обладает большой силой. Там, когда-то на заре бизнес-консалтинга какой-то там умный человек в большом зале там в сигаре сказал, знаешь, эти PowerPoint-слайды, это не просто так, ими сильные мира сего управляют этим миром с помощью этих слайдов и визуалов на этих слайдах. Ну, как-то так было, пафосная фразочка, но, насколько ты видишь, сейчас часто на рынке происходит так вот назовемый байс, то есть заблуждение с помощью данных. Есть целые курсы по тому, как представить данные, например, если ты берешь только верхушку данных и делаешь ноль, не ошкале, то у тебя кажется, как будто это взрывной рост. Так часто манипулируют с акциями, еще и с чем-то. Насколько вообще сейчас это распределено, есть ли какая-то этика вот в правильной визуализации? Да, конечно, нет, ну, тут надо стабилитетических стандартов, и есть ряд правил, которые нарушать нельзя. Опять же, это прям вот нельзя отрывать. Они где-то написаны, собственно? Да, да, конечно, ну, то есть сообщество визуализаторов, это прям, ну, не то, что не вгласно, это прям написанные правила, которые есть, там вот про ноль надо отрывать очень аккуратно. Для барчарта ноль нельзя отрывать никогда. Там, если используют пайчар, то делай это тоже аккуратно, и всегда показывают данные в контексте. Ну, в общем, естественно, про это тоже есть. Сейчас вышла недавно книга у Альберта Кайра How Data Lies, я не помню точное название, но, в общем, как раз причинают эти тематики, и там приводится много примеров, как люди как раз это делают, как ты говоришь, что обманывают, к сожалению. На мой взгляд, это сейчас стало меньше, слава богу, это становится меньше несознательно, потому что сейчас все инструменты, которые у нас есть, например, Tableau, Power BI и так далее, оно тебе, в общем-то, соврать особо не даст, потому что это не Excel, где ты можешь подправить данные, все-таки пойти в базу залезть и что-то подправить, это уже более сложный процесс. То есть технически таких ошибок, мне кажется, сейчас сильно меньше становится, именно просто по незнанию, с точки зрения, именно когда это манипулируют, я вижу это в презентациях продвижения компаний и всякого такого, там есть проблемы с этим, когда что-то презентуется в продажных презентациях, в бизнесовых историях и в медийных историях я особо такого не встречаю. Скажу, наверное, так. Ну, наверное, большая реакция может последовать, но плюс ты, наверное, прав, большая часть инструментов стала интерактивными, то, что ты смотришь не на статичную картинку, а ты всегда можешь как бы сделать какую-то манипуляцию с этими данными и что-то посмотреть, это стало какой-то законной нормой или практикой. Хотя, знаю, про статистику там с коронавирусом и все остальное, много идет дебатов и обсуждений, насколько она корректная. На стороне данных скорее проявится, чем визуализация. А тут не совсем так, то есть тоже как бы было бы, наверное, интересно, если просто, ну, не интересно, это было бы жалко, если просто кто-то врет и говорит другие данные, там, неважно, по какой причине, но, насколько я понимаю, этими данными управляют методологией, то есть, изменив методологию оценки тех или иных данных, ты можешь в корне поменять это. Да, тоже верно, да. Коллеги просят еще в чатике покидать какие-то ссылочки, я предполагаю, что revealthedata.com может дать ответы на большую часть там вещей, которые ты показывал, но если есть какие-то интересные вещи, которые можно покидать, мы тоже будем очень признательны, люди пишут, что это очень полезно, ну, как бы, будет здорово, если ты чем-то поделишься там позже в оффлайне этими ссылками. Ну, и последний, последний быстрый вопрос, прежде чем мы перейдем, скажешь два слова про хакатон, что понравилось, что не понравилось, я думаю, что еще будет шанс, но, может быть, какое-то есть мнение, я понимаю, что это очень спорно с разных сторон. Ну, смотри, опять же, на мой просто взгляд хакатон больше про журналистику данных, да, и ожидать, что здесь мы увидим какой-то крутой инсайт с точки зрения машин леунинга и всяких сложных алгоритмов, мне кажется, ну, изначально было, в общем, понятно, что их вряд ли будет. И поэтому, то есть те работы, которые сделались, не очень прикольные, вот, но, мне кажется, если бы мы еще сюда пригласили журналистов данных, мы бы получили еще там взрыв эмоций такой более, а то теоретики, которые, наверное, более профессионально заточены. Ну, с другой стороны, мне понравилось, потому что, ну, как бы некоторые работы прямо очень прикольные, мне понравились. Было бы круто, если бы было бы больше, в этом, наверное, такой основной. Жалко мало, в общем, как всегда. Как обычно, да. Слушай, ну, спасибо за эти советы, это хорошая идея с журналистиками данных. Возможно, когда-то мы придумаем механику, которая позволит не просто там ребятам подготовить и в чем-то поучаствовать, а есть сейчас идея, что сформировать конкурс или хакатон таким образом, чтобы журналисту, UX-еру и дата-сайтисту необходимо было объединиться в команду из разных трайбов, скажем так. А это да. И тогда это пьюрель нетворкинг. Спасибо тебе большое за рассказ, это очень интересная преза, она уже находится, в нашем канале I'm Digital Leader в Телеграме, ну и, конечно, запись всего этого тоже будет доступна. Спасибо большое, Роман. Да, вам спасибо. А мы переходим к следующему рассказу. Извини, зафамилляризм, как упаковать по полной программе дата-сайентиста и что придумали железные технологии для этого и как они сочетаются с софтверными. Алексей, с удовольствием принимаю эстафету для того, чтобы рассказать, каким образом у нашей компании появляются не просто продукты, а еще и желание эти продукты сделать максимально универсальными и доступными для разработчиков. И один из последних слоганов, с которым я сейчас столкнулся, мне он очень понравился, звучит так. No one transistor should left behind. Или очень подобным, но тем не менее, мы не должны оставить ни одного транзистора бесполезным, не приносящим пользу. На этом, позвольте, я подсвечу свой экран, где я подготовил короткую презентацию, но тем не менее, буду в первую очередь наседать на вот ту историю, с которой мы выходим в клуб любителей по кодить, клуб любителей по искать решения в области искусственного интеллекта, по предлагать эти решения. И, в общем, на этой ноте разрешите начать. Первый слайд, это просто моя вот, ну, must have отказ от ответственности. Напоминаю о том, что все, что я здесь говорю, можно будет с нашей стороны доказать, поэтому не придирайтесь. Это очень все выверено. Ну, и, собственно говоря, для того, чтобы войти в историю с искусственным интеллектом, хотел бы подсветить то, что вот на заре всей этой электроники попытки цифровизовать, оцифровать, они были просто нескончаемы, но они привели к отличному результату. У нас все практически сейчас вот устройства в этой цифре работают. Дальше мы это пытались, соответственно, соединить все вместе. Получился вот такой вот ком, сеть. Супер, получилось. Что следом? Правильно, надо было сделать маленьким, мобильным. Не буду продолжать, однако та вот задача, которая ставится к одному миллиарду устройств, это сделать каждое из этих устройств хоть чуточку умным. И вот тут тогда получается производительность, она обязана демократизацию пройти, она должна стать, она обязана стать доступной, что, собственно говоря, мы и наблюдаем на примере наших технологий, наших решений, которые есть сейчас на рынке и в скором времени будут появляться в дополнение к тем, что есть. Раджа Кадури, это наш главный архитектор, пришел в компанию относительно недавно, но он очень важную вещь заявил, и сейчас мы это пропагандируем. Так вот, для того, чтобы быть лидером, надо быть лидером не в каком-то одном из направлений, а аж целых шести ключевых направлениях. Все они перечислены, это процесс и упаковка, архитектура, неважно, какая процессорная, и графическая, можно продолжать. Это также касается и памяти, это интерконнекта касается, программного обеспечения и безопасности, однако, мы сегодня говорим про искусственный интеллект, я поэтому подсвечиваю то, что мы будем концентрировать, или я, по крайней мере, буду стараться говорить вокруг истории дата-центровых, то есть вполне себе определенный круг продуктов внутри нашей компании, но поскольку у меня всего лишь 15 минут, кстати, забыл запустить таймер, дай-ка я сейчас это исправлю, я объединять попытаюсь, для того, чтобы говорить про архитектуру, сразу затрагивать все три пункта XPU, Memory, Interconnect, все вместе в архитектуру, а софт и безопасность в те решения, которые делают к программной, точнее, к аппаратной части эту добавку, действительно превращая продукт в решение. Ну что ж, с этими упрощениями приступим. Вот тех три пункта, на которых я бы хотел вместе с вами обратить пристальное внимание. Еще раз, шесть, мы не в смысле забываем, мы их таким образом укомпаковали, три, так, чтобы встретить 15 минут данные мне. Первое, это дизайн. Кто про 45 нанометров помнит, был такой техпроцесс. Так вот ровно с него вся история, связанная с начинкой, с техпроцессом, вот именно вот с измерением того, сколько где-то нанометров, она стала быть маркетинговой. Вот просто маркетинг, и все тут. Как можно это посчитать? Да очень просто. Считаешь с площади, сколько транзисторов снято, и начинаешь понимать, почему с 10 нанометров снимается больше или выпекается больше транзисторов, чем где-то, простите, с 7 или даже 5. Не держу за это ответ, ибо не наши, это нанометры, а то, что мы производим, мы называем Intel 10 нанометров SuperFin, а потому каждого транзистора касается улучшения. После этого мы говорим, что этот транзистор должен не просто рядом справа, слева, а он еще и сверху и снизу должен иметь соседа. А потому упаковка давным-давно перестала быть плоской или даже двухмерной. Она переросла в трехмерную структуру, где сверху мы можем получить ту быстродействующую память, или же блок вычислений будет посередине для того, чтобы весь интерконнект был с более нижними частями или через нижние блоки происходить, что дало возможность делать чипы маленькими, холодными, быстрыми. Но это не все. Переходим от дизайна к следующему пункту, который называется архитектура. На какую архитектуру сегодня следует напирать, на чем считать, на чем производить эти вычисления, связанные с искусственным интеллектом? У меня нет ответа на этот вопрос, точнее тот, что есть. Он, к сожалению, звучит так. Мы понимаем, что архитектура должна быть гетерогенной. И потому где-то скалярные архитектуры показывают себя с сильной стороны, как то, например, масштабируемость. Где-то векторные уже давно зарекомендовали, как некий вот просто стандарт де-факто для искусственного интеллекта. Но это трон этот колеблется, поверьте. Но есть еще ряд других, будь то матричные или же пространственные. Так вот, этим слайдом я хочу подчеркнуть, что у Intel есть продукты каждой из архитектур. И что важно понимать, гетерогенность это неизбежность. И чем больше архитектур может быть составлена и скомбинирована в одном вычислителе, тем больше шанс, что код будет работать оптимальным образом. А потому у нас для того, чтобы это случилось, есть еще кое-что. И вот тут я уже поднимаюсь на уровень решения, затрагиваю проблематику, связанную с разработкой. OneAPI это тот новый уровень абстракции, который будет позволителен начиная уже с декабря, как я сказал, ибо выпущен первый, наконец-то первый вот тот релиз продукта OneAPI. Так вот, он позволяет знать, что внутри вашего продукта, сервера, ноутбука, чего бы то ни было установлено и распределять задачу между всеми этими тремя скалярным вектором, маточным или пространственным видом вычислителей. И это не все. Мы не топим за себя, OneAPI является открытым стандартом, а потому даже если у вас есть другие GPU, они тоже могут быть включены и использованы для того, чтобы это было честным распределением между всеми имеющимися ресурсами. Так вот, смотрим теперь на искусственный интеллект с одной стороны. Какие задачи могут быть решены? Ну вот давайте рассмотрим распознавание речи. Однозначно, что пространственный вид вычислителя, он там идеальным образом подходит, но и все остальные тоже нужны, как ни странно, скалярные в меньшей степени, но нужен. Но другие задачи, будь то автономные машины, обработка транзакций, везде эта комбинация может быть различной. И вот тут тогда получается, наш симметричный ответ заключается в том, что через OneAPI вы можете все эти типы архитектур у себя сегодня использовать. Подчеркну еще раз, этих четыре есть у нас и переходя к следующему разделу, где я расскажу про масштаб, про масштабируемость, про возможность этого масштабирования, я уже вот все продукты показал логотипами, но один особо важный для меня, это конкретными чипами, это графику. Видите, одна квадратненькая, третий тоже квадратненький, но сильно больше, а второй аж в промежуточном виде такой прямоугольный. Это примерно как с плиткой шоколада доритроспорт. Можно сламывать кубик, два или четыре и упаковывать их, тем самым получая разную корпусировку, а потому внимание на экран. Масштаб, масштаб, масштаб. Начиная с графики, могу сказать, что тут при создании использовались задачи, которые бы решались для достижения разной производительности с разницей на порядке от террафлопса до петафлопса в одном вычислителе. И практически до этого петоплопса мы добрались, однако на текущий момент это всего лишь образцы сэмпл, то есть их нет возможности купить прямо сегодня. Но, как я сказал двумя минутами раньше, используйте то, что есть у вас сейчас, просто используя OneAPI, а в будущем вы можете рассматривать более производительные решения, которые, конечно же, для HPC создаются для получения петафлопа в одной карте. Отлично. Первый пункт. Самый базовый. Казалось бы, как такое можно включить сегодня в такой доклад? Оказывается, вот на рынке DNS, MVideo, что еще? Да, сегодня там продаются ноутбуки на 11-м поколении процессоров Core. И вот там уже эта графика в самом своем базовом решении доступна, и она интегрирована на кристалл. Едем дальше, посмотрим на ту серверную часть, которую я обещал придерживаться в большей степени. Вот он, тот, казалось бы, Xeon трудяга, без которого не строится ни один сервак сегодня. И вот ему как раз сейчас на пару попадает тот графический вычислитель, тот графический ускоритель, который позволяет справиться с задачами искусственного интеллекта в разы быстрее. Спросите вы, ну где же мы, кодеры, как нам вот получается жить? Такая-сякая архитектура, вот для чего, на каком языке и как это программировать? Приведу пример. И в качестве отправной точки возьму 2018 год, где-то да, середина, полтора года назад. Так вот, раньше переиспользование кода между операционной системой Windows и Linux была на уровне 10%. Это безобразие, надо было переписывать практически все заново. Сегодня этот показатель достиг 60%. Если же мы говорим, какой процент мощности под Windows вы получите или под Linux, если это написано в одной системе, а надо транслировать в другую, утверждение следующее. Если мы говорим про компьютер, все те же самые производительные вычисления на том же самом уровне. Если мы говорим про 3D, да, есть пока накладные расходы, они сегодня составляют порядка 10%, но имейте в виду, полтора года назад это были 40. 40% мы теряли в 3D. Сегодня это всего лишь 10. Ну и опять же, количество дистрибутивов растет за полтора года, это возрастание мы видим в 3 раза. Покажу еще раз тогда. Вот он декабрь, вот он случился, анонс первой индустриальной OneAPI набора аппроксимаций и инструментов для аппроксимации, где у инженера, у разработчика не должна болеть голова, что же стоит сегодня у него в сервере для того, чтобы задачи, связанные с искусственным интеллектом, решались идеально. В качестве примера. Вот написано под Куда приложение, которое позволяет анализировать климат Земли, откуда дует ветер, что он там надует и принесет. Проводя эксперименты, мы осознали, что 95% кода было транслировано автоматически и только 5 руками, и при этом мы получали порядка 90% перформанса, вот откуда как раз цифра на предыдущем слайде, даже если это происходит на внешнем, на не своей, на чужом языке, пожалуйста, доступно уже сегодня. Важный момент. Вернемся к процессору. Почему я говорю искусственный интеллект и по-прежнему процессор? Мы почувствовали вот этот вот запах, что скоро будут возрастать требования задачам построения все более умных систем и порядка 5 лет назад стали выпускать продукты для этого подходящие. Так вот, за этих 5 лет мы достигли роста в производительности, не в процентах, которые измеряются и не в разы, а в порядках. Поэтому, сравнивая, например, 3 поколения, 4 поколения назад продукты, они не имели разницы с точки зрения своей вычислительной мощности в области искусственного интеллекта. Сейчас, начиная с Санди Бриджа, который вот лежал на том же уровне, что и у Эстмор, мы поднялись за 3 поколения процессоров в 150 раз. И это только, еще раз, только аппаратная составляющая. Что будет дальше? Ну, я полагаю, что дальше вот тот экспоненциальный рост, он продолжится, и нет сомнений, что следующее поколение микропроцессоров, которое будет анонсирован уже в первом квартале следующего года, не заставит подтвердить вот этот пунктирный элемент, который я от себя решил добавить на этот слайд. Возвращаемся к программной оптимизации. Вот берем сокет, вот берем один процессор Xeon. Так вот, оказывается, программная оптимизация нам дает возможность из него, из ровно того же сокета, ровно того же процессора выжать аж в раз 8 больше производительности. Теперь, внимание, вопрос, а вы же, наверное, слышали о тех серверах, которые работают не с одним, а с двумя, с четырьмя, с восьми, с тридцати двумя, в конце концов, процессорами. Да, они есть. И что самое приятное, так вот, переходя от одного сокета к 26, вы можете видеть увеличение производительности кратное, потери или накладных расходов при масштабировании скалярной архитектуры. Нет. В этом как раз и есть прелесть. Если вы спишите что-то под скалярную архитектуру в области искусственного интеллекта, для энтерпрайза это важно делать на тех зионах, которые у них уже есть в ЦОДе. Ускорять есть чем, но тут давайте действительно перейдем к повторению. Вижу, нужны только для того, чтобы их анализировать и тем самым раскрывать потенциал. А для этого мы утверждаем, что есть три столпа. Надо их внимательно хранить как можно больше. Их надо обязательно обрабатывать и их надо передавать из области хранения к зоне обработки. В каждом из этих сегментов, опять же, у нас есть продукты. Начну с первого. Этот продукт называется вычислитель. Поэтому процессоры, начиная с зиона, и это действительно самый царь, это бог, наверное, в области вычислений. Мы говорим про FPGA или PLIS, и опять же, там целая линейка. Мы говорим про графику, прасики, VPU, любого рода акселераторы сегодня можно найти в нашей линейке. Но еще раз, царь и бог по казеон. В чем его прелесть? Прелесть в том, что это комодити. Он есть везде, он есть у всех. Его можно скалировать, его можно скалировать до бесконечности, его тем самым можно будет, получается, натягивать и применять для любой задачи. Цифры не буду зачитывать, это понятно, можно взять скриншот, можно взять нашу презентацию после моего вычисления. Опять же, важно и передавать эти данные. Для того, чтобы это происходило быстро, я могу сказать, что от Ethernet до Silicon Photonics через всякие беспроводные решения все это есть в нашем арсенале продуктов. Ну и последнее, это опять же, системы хранения. Как вам полосочка памяти PEM объемом в полтерабайта? На каждый сокет шесть теров. Готово. Их есть у нас. Мировые лидеры, которые это используют, сегодня вот две недели, как обновился список IO500, так вот из России тот, кто использует все три из компонентов, попадает на 18, 22, 28 список в IO500. Ну и, собственно говоря, финалочка. Портфель решений для искусственного интеллекта у Intel широкий. И это не только Silicon, о котором я хотел бы сказать или о котором вы знаете. Этого Silicon много, он разных категорий. Мало того, он очень качественно объединяется с помощью OneAPI в тот набор вычислителей, который будет по большому счету за разработчика, за программиста выбран с помощью этого софта. Поэтому вас 20 миллионов. Мы вас любим, разработчики. И мы это делаем для того, чтобы вы не позволили хотя бы одному транзистору не быть использованным в задачах искусственного интеллекта. На чем я вас очень всех благодарю за внимание. Надеюсь, уложился в своих 15 минут. Да, Дима, уложился в 15 минут. Очень эмоциональный, интересный рассказ про то реально, то есть, знаешь, такая техноэротика, технопорная. Вот этот Ксион, как порнозвезда, главное, извиняюсь за сравнение. Спасибо, что сказал это за меня. Ну да, я понимаю, у вас там комплайнс и так далее, но выглядит именно таким образом. У нас есть некоторые вопросы, причем касательно иного продукта. вот Дмитрий спрашивает, OneAPI это программный комплекс или аппаратный в итоге? Программный. То есть, это чисто программа, которая позволяет работать с разным железным обеспечением и, по сути, как бы делать для тебя... Перейти на новый уровень абстракции, где все вычислители, которые бы не стояли, будут просто восприниматься как набор инструментов для выполнения кода. Я правильно понимаю, что это некая такая... То есть, по OneAPI названию это понятно, что это некая интеграционная история, но по сути, как бы технологии движутся, все отдаляет от человека от необходимости вставлять вот эти транзисторы или считать их количество. То есть, ты можешь любое оборудование вниз подложить под эту штуку или только ваше? Мы сделали большой жест доброй воли, не только наши. Те решения, которые называются зелеными, красными, давайте я не буду произносить эти имена. У вас эти графические карты давным-давно стоят в ваших циодах, компьютерах или даже ноутбуках. Так вот, задействовать можно и эти транзисторы, в том числе с помощью OneAPI. Это открытый стандарт. Ну, слушай, ну, как бы от нас, как чуть-чуть понимающих людей, это респект, это хороший ход в части, ну, как бы взаимных партнерств, интеграции. Есть еще один вопрос от другого Дмитрия. А в чем разница, если я делаю email на видео или текстовых данных, если мы говорим про железо? То есть, ну, Алексей, можно шаг назад? Я, видимо, проглотил из-за связи или из-за проблем связью часть вопроса, поэтому не понял... Извини, пожалуйста, в чем... Ну, то есть, если говорить про машинное обучение, есть ли какая-то разница между, например, анализом видео или текстовых данных со стороны железа, железа аппаратного обеспечения? Я вот показал тот график, где в зависимости от задачи, именно типа задачи, очень сильно себя ярко показывает, например, скалярная архитектура. Она, например, является там недостижимым лидером или наоборот матричная, которая, например, для анализа именно как раз графической части, ну, вот видео, да, картинку анализировать, будет наиболее востребована. В этой связи у нас был тот анализ, где мы показали, если у вас, например, есть X производительность скалярной, векторной, матричной и пространственной, то для решения задач, например, видеоаналитики пропорция будет идеальная, следующая 20-20-40-40. Тем самым просто перевес будет отдаваться именно в пользу той архитектуры, которая наилучшим образом справляется с этим типом задач. Кроме того, что гетерогенность must have и кроме того, чтобы максимально абстрагироваться от аппаратного уровня с помощью того программного слоя, который OneAPI называется, мы не увидели другого гораздо более элегантного, что ли, решения этого вопроса. Я просто простым языком для себя вообще правильно понимаю, что если компания может закупить тысячи каких-то очень крутых железок, но начнет на них делать другую задачу в итоге, или задачи поменяются, то она, скорее всего, будет впустую использовать или не использовать ресурсы. Скорее не использовать. Это будут либо выкинутые деньги, либо недоступные к масштабированию решения. Понятно. Это немножечко вопросов. у нас есть несколько из серий вашего конкурентного анализа. Обожаю такие. Да, есть, тут, по-моему, все процессоры, которые кроме вас существуют, перечислены в вопросах, поэтому, извини, давай разбираться. Как Intel будет бороться с AMD и ARM, которые, как минимум, бывают дешевле и часто мощнее? Давайте я в качестве примера приведу, например, опять же, свой любимый Xeon. Вот он выпустил во втором поколении, ну, он, в смысле, производитель Intel, каких-то смешные там 78 моделей. И у многих действительно был вопрос, почему они стоят так дешево, самые простые, так дорого, самые сложные. Ну, наверное, банальный ответ такой, что у больших, у толстых и у настолько производительных Xeon просто не было, если конкуренции, поэтому он так и стоил. Но ключевой момент с этим посылом заключался в том, что обновление или рефреш версия второй, второго поколения Xeon Scalable, она была относительно недавно, она была в апреле этого года и всего лишь принесла рынку какие-то смешные 18 моделей. Парадокс заключался в том, что самый-самый топовый Xeon, который назывался Platinum, например, имел в названии 8280, просто вырезая одну UPI-линку, превращался в золотой 6258 с абсолютно точно таким же набором, характеристикам по количеству ядер, по производительности, по частотам, турбо-частотам, количеству кэш-памяти и так далее, но мог работать только в двухсокетной связке. И при этом он стоил на какие-то вшивые 61% дешевле. Более чем в половину мы теряли в цене, не брали премиум за то, что этот продукт, а, он был из обновленной линейки и встречал как раз конкуренцию. Поэтому, что касается вопроса, как мы боремся с конкурентом, который чаще всего дешевле, ответ, мы боремся в первую очередь технологически. мы предоставляем те продукты, которые, например, умеют работать с энергонезависимой памятью Intel Optane. Кто сегодня из конкуренцев может сказать, что у нас на двухсокетном сервере вы можете вставить, дайте-ка посчитаю, а, какая прелесть, 9 терабайт оперативной памяти и производить задачи аналитики. То есть, терабайт? Терабайт, я не оговорился, 4,5 терабайта адресует один сокет. Вопрос, если так не может сделать конкурент, наверное, еще раз говорю, технологическая борьба. Извините, может, неудобный вопрос, а так нужно кому-то, кто-то использует такое количество оперативной памяти, это вообще... Любая in-memory аналитика, это законно, любая in-memory аналитика этого просто жаждет. Давай пример, я не знаю, SAP, S4HANA. Чем больше в память загрузишь данных, тем ближе оно будет все к процессору, это будет инстант, это будет прям моментально. И тогда получается вопрос, тебе надо вот такие вот городить сокеты, там, условно говоря, 32 сокета для того, чтобы получить такой объем памяти адресуемой, или достаточно взять всего лишь 4, и тем самым 18 терабайт адресовать, работать с подавляющим... Ладно, последний вопрос завалить совсем, Дмитрий, а как вы относитесь к Apple M1? Я очень уважительно отношусь к этому продукту, и честно скажу, для нас была большая потеря, когда мы сказали сами себе, нам ARM не интересен и продали это направление. У нас был такой продукт в портфеле. Сейчас мы видим, что это было, наверное, не самое грамотное решение, и тот же самый Apple тому отличное доказательство. Однако, я не воспринимаю это без оптимизма. Всегда наличие конкуренции заставляет просто и поддает масло в огонь бежать быстрее, продукты выпускать гораздо более быстрыми, интересными и инновационными. Поэтому я считаю, что нам Apple в этом смысле, конечно же, просто дал возможности мобилизоваться и выпустить следующий продукт не через два или пять лет, а уже, например, следующим поколением для того, чтобы он был как минимум таким, чтобы рассмотреть его и вернуться в лагерь. Ответу респекта. Я давно, по-моему, спрашивал у кого-то из Intel, такой пост-эпи пролог к выступлению, спрашивал, а чего вы вообще делаете, почему вы лезете на бизнес-конференции, вы же делаете процессоры, которые внутри компьютеров и в целом ваша цена и взаимодействие. Но, ребята, из Intel, мне очень понравился ваш ответ, что чем больше мы покажем бизнесу, как можно увеличить свою прибыль за счет технологий, тем больше когда-то процессоров мы продадим в будущем. И мы как бы хотим верить, что что-то такое было, развивать рынок в этом направлении это самая правильная стратегия. Вот за это большой респект, поэтому я уверен, что эта конкуренция вам пойдет на пользу только. Всем нам, от этого выиграют в первую очередь наши любимые пользователи. Да, на этот раз рассчитываем. Я думаю, что какие-то твои презентации будут в чатике и вопросы, которые там можно будет задать. Тут есть... Стоп, еще... Нет, все вопросы мы ответили уже. Дим, спасибо тебе большое за выступление. Очень эмоционально, очень интересно. Редко когда встречаешь, когда про такие системные технологии говорят как будто про самые свежие светские события. Это прям конфетка. Спасибо, аплодисменты тебе. Иголюш, спасибо. Ну что, а тем временем, друзья, мы переходим в достаточно ожидаемый местами сейчас спорные и интересные части нашего сегодняшнего митапа. Мы позвали участников, которые приняли участие в этом хакатоне. Сейчас их начинают подключать к нам в эфир. Прежде чем мы перейдем, в общем-то, к каким-то результатам расскажем, что происходило, нам придется озвучить некую проблематику, с которой мы столкнулись сегодня. Действительно, онлайн-конкурсы это очень чувствительное для любого мошенничества и для любых влияний извне мероприятия. Мы, конечно, еще вчера рассчитывали, что наше голосование пройдет без этого. Однако, сегодня с 12 часов ночи у нас наблюдается аномальная и с местами очень сильно оппортунистическая активность в части голосования. Более того, мы провели экспресс-расследование, в рамках которого пытались выяснить, кого дисквалифицировать, либо какие голоса не за честь. сейчас это расследование в расходе, у нас есть определенные гипотезы, но было бы очень опрометчиво сейчас говорить финальное решение, потому что от него действительно зависит победитель, огромное количество усилий, которые были потрачены. командой организаторов в связи с этим было принято решение зафиксировать количество голосов, актуальное на вчерашний день 12 часов вечера. Поэтому сегодня мы представим работы именно в этом порядке по количеству голосов, а также озвучиваем работы, которые были выбраны экспертным советом, как не набравшие достаточного количества голосов для победы, но тем не менее очень интересные с технической точки зрения. Мы, во-первых, конечно, просим всех участников, которые не причастны никаким-либо манипуляциям и так далее извинений за то, что не можем финально назвать победителя сегодня. Если наше расследование покажет, что действительно были такие голоса и сегодняшние голоса учитывать не стоит, мы исключим их из подсчета и тогда финально опубликуем результаты. Однако, если в итоге расследование покажет, что секующее распределение актуальное на вчерашний вечер, оно тоже было кем-то скомпрометировано, мы переиграем эти результаты и, конечно, уведомим вас о расследовании с полными скриншотами и пониманием. В общем, это действительно очень интересный опыт как для нас, так и для участников столкнуться с таким, потому что в информационной среде сложно сохранять эту безопасность, какими-то местами это доходило до очень неприятных событий и каких-то личных переписок, которые мы увидели. Поэтому мы бы не хотели, чтобы это аффектило то, что сделали люди, потому что работа действительно классная, ребята потратили огромное количество времени на продвижение своих работ, на обсуждение, на тюнинг, и нам бы очень хотелось, чтобы все это закончилось справедливо. Но, к счастью, у нас есть надежные друзья, и Digital Leader это сообщество людей, которые очень хорошо понимают в технологиях как расследовать такие инциденты. Поэтому именно в это время мы хотели анонсировать наше следующее событие, которое будет уже 17 декабря. У нас будет онлайн-стрим с представителем одной из самых уважаемых в мире компаний, связанной с информационной безопасностью, с Сачковым, группа IB. Это компания, которая российская, но признана не только лидером в России, даже США, признают эту компанию как авторитета в этой области. Потребительскому рынку они известны расследованием того, кто накручивал голоса дочки Алсу, всем известным в социальных сетях. Но мы постараемся как раз сделать свое расследование до 17-го числа и выпустить, и верифицировать эти результаты прямо во время стрима, что будет достаточно достоверным событием. Но, тем не менее, сейчас хотели абстрагировать от этого вопроса, это не влияет ни на голоса, ни на текущее мероприятие, а это влияет только на то, что мы не сможем заплатить деньги до того, как это расследование пройдет. Поэтому сейчас мы пригласили всех участников и хотели бы дать им слово, рассказать про свои работы. Пока, ребят, не парьтесь про голоса или про все остальное, расскажите именно про работу. Это самое ценное, что вы сделали. И хотели бы мы начать с Александра Туманова, который сделал работу, связанную с информационным фоном газеты New York Times за последние 100 лет, и, насколько мы понимаем, проанализировал 17 миллионов записей строк с семантическим анализом. Александр, ты с нами? Да, 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 я здесь. Всем привет. Я отвечу вас. Да, подключайся, сможешь включить камеру, будет очень здорово. Твоя презентация уже на экране. О, Александр, да, приветствую. Привет. Да, собственно, идея в чем... Можно на следующий слайд переодеснуть пока. Идея в чем заключалась, собственно, как сказал Алексей уже, идея заключалась в том, что проанализировать информационный фонд одного из СМИ на предмет положительных и негативных формулировок в заголовках и выдержках. Ну и, собственно, сделать вывод какой-то, как мне кажется, СМИ — это как бы отражение общества нашего, и оно покажет нам, в какую сторону мы все движемся с вами. Вот. Собственно, такая идея была первоначально. А датсетом... Можно дальше переодеснуть пока что. Датсетом являлись архив публикации газет New York Times за сто лет, за последние. Собственно, в качестве анализируемых... анализированного контента использовали заголовки и выдержки из статей. Вот. Собственно, после этого получился датсет общей суммы на 17 миллионов строк. Можно дальше перериснуть. Вот. Получилось 17 миллионов строк. Пришлось немного сократить количество промежутков, так как если большое количество промежутков было бы, то модель была бы проблематична. Построить все-таки данные достаточно разнородные и прогнозировать год на заголовках и выдержках достаточно проблематично. Но модель показывала именно хорошее качество, когда, к примеру, брался какой-нибудь там один год из 30-х-40-х годов и, к примеру, сравнивался, был также датсет какой-нибудь современный и качество было прямо достаточно хорошее. Вот. Собственно, можно дальше идти. Подготовка данных, после чего каждая строка в датсете была представлена в виде вектора, где для каждого значения, для каждой строки, ну, каждая строка предложения разбивалась на такой вектор, где для каждого признака указывалось значение TF-IDF. Это частота определенным образом, которая считается. Вот. Собственно, после чего мы сможем скормить эти данные нашей модели, где фичами являлись слова со значением TF-IDF, а таркетом было временным промежутком. Но итоговая цель была, естественно, не прогнозирование предсказывания года по вектору слов, а целью была вытащить словари с наиболее ценными словами для каждого из периодов. Вот. Чтобы собственно, после чего ну, здесь на скриншоте видно, в принципе, наиболее это не наиболее важное, это просто какой-то список сэмпл. Они не отсортированы в порядке важности, это просто какой-то сэмпл слов, которые являются наиболее важными для промежутка 30-го и 40-го года. Можно посмотреть, о чем выписал. после этого использовался специальный файлик, в котором были размечены слова таким образом. То есть за каждую негативную или позитивную формулировку давался плюс или минус балл. Ну, то есть здесь видно, да, санер слово 2 балла дается, экзост минус 2 балла, слово, которое еще больше негативным фоном обладает, у него больше количества баллов. Ну, тут написано значение баллов зависит от того, насколько слово является сильным. Ну, и, собственно, после этого по каждому из временных промежутков я посчитал количество этих баллов. Можно дальше прориснуть. Количество баллов получился такой негатив и позитив рейт, и после чего можно было, ну, здесь уже относительные цифры, после чего появился вот мой итоговый результат на следующем слайде, который можно увидеть. Александр, самый главный вопрос, а что, как ты считаешь, как правильно читать этот результат, какой вывод мы можем сделать, что стало позитивнее все в жизни? Так, ну, у меня тоже есть по этому поводу мнение. На самом деле я очень сильно боялся, чтобы графика позитивных реакций наоборот вниз не пошел бы, но этого не произошло, это хорошо достаточно. Но мне на самом деле эту работу необходимо рассматривать, конечно, она фановая достаточно, но я думаю, что люди, которые это смогли как-то оценить, в первую очередь с этим должны лингвисты заниматься. И возможно просто в наш век, в более современное время людям проще формулировать свои эмоции какие-то, выражать что позитивные, что негативные, и поэтому здесь вот еще очень много отразиться. Это не обязательно, что... Нет, я, конечно, надеюсь, что действительно все лучше становится. Как бы без этого проблематично вообще жить было бы. Мы тоже рассчитываем, будем отсмотреть на вашу работу, наши эксперты очень высоко оценили техническую составляющую этой работы. Вы, в любом случае, как и другие участники, являетесь в какой-то мере победителем. Мы, как диджитал-лидер, выпускаем сертификаты с благодарственным письмом официальный, и это вам будет доставлено в ближайшее время вместе вот с такой вот маечкой, которую получают другие участники. И здесь внизу написано Master of New Data Science, New Data Tech, то, что как раз вам... Да, круто, мы это вам доставим. Спасибо вам большое, аплодисменты. Спасибо. Следующую работу, которую хотели бы мы вам показать, тоже подшумные аплодисменты, работа про сравнение сгенерированных лиц с настоящими от Инцафа Ашрапова, который уже задавал какие-то вопросы. Инцаф, вижу, это вы с нами. Можете подключиться с видео, показать вашу работу, либо у вас есть свой демо-материал. Ну, я презентацию отсылал, да, всем привет. Да, да, сейчас презентацию запустят. А, отлично. Ну, да, давайте я начну. В целом, задача была сравнить, насколько хорошо люди могут отличить сгенерированные изображения от настоящих. И в целом оказывается, что ганы генерировали, ожидаем очень хорошие картинки, которые люди плохо отличают. И при этом сами сетки в этой задаче справляются намного лучше. Будем, пожалуйста, следующий слайд. Прежде чем рассказать, в чем была суть эксперимента, нужно сказать пару слов что такое ганы, которые, соответственно, генерят изображение. То есть это, если говорить по-русски, это генеративно-сотязательные сети, суть, которая состоит по сути из двух частей, это генератор и дискриминатор. Генератор у него задача просто генерить какие-то новые сэмплы данных из там какого-то входящего шума. А дискриминатор на вход, соответственно, получает эти сгенерированные сэмплы и реальные сэмплы. И он должен отличить одно от другого. Соответственно, вот после дискриминатора мы уже можем явно посчитать ошибку и вот эту вот итоговую ошибку прокинуть через обе сетки, таким образом одновременно обучать два таких модуля. То есть это придумали не так давно, там лет пять назад и в целом это позволяет генерировать какие-то новые данные не только в части там изображения, но и текста, видео, ну и так далее. И даже комбинируя это все вместе. Да, следующий слайд, пожалуйста. Ну если говорить про что же было сделано, я взял готовую предобученную сетку StyleGun 2, они ее обучать в нуле это в принципе очень тут затратно, то есть это на достаточно хорошие видюхи, может потребоваться там практически десятки дней непрерывного обучения, то есть это супер долго и соответственно супер дорого. я сгенерировал новые лица людей, также взял настоящие лица людей, которые были использованы для обучения этой сетки и в целом соответственно в первый трат сравнил как люди могут отличить эти изображения где настоящие люди изображены где не настоящие и взял обучил сетку на классификацию, которые сама будут отличать. Для этого я взял еще Шинет, но это тоже одна из таких последних архитектур, я там придумал наверное порядка года назад, она там достаточно эффективно работает. Ну в целом все-таки работает лучше, но наверное это потому, что у нее больше данных для обучения было и какие-то закономерности удалось выяснить. В целом это достаточно такая широкая проблема, то что сетки могут уже такие реалистичные изображения генерить и с этим уже пытаются бороться. Тот же если не ошибаюсь Facebook там проводил конкурс Deepfake, поиск Deepfake, там призовой фон был порядка миллион долларов, то есть они вот эту задачу тоже как-то пытаются решать с поиском сгенерированных изображений, то есть этих ненастоящих людей. Следующий слайд, пожалуйста. Если говорить про то, где еще это может быть использование, какое целое будущее, я вижу, это вот первое, то что говорящие головы, то есть сейчас уже можно по тексту и там нескольких фотографий человека, ну и там записанному голосу сгенерировать новое видео, где он будет читать какой-то другой текст, достаточно реалистично двигать губами и головой и соответственно ну как такой качественный фейк будет, скажем так. Но на это все может там наложить и позу и вот это все соответственно оно может быть не только в каких-то плохих целях, но и в хорошем естественно использовании в индустрии игр, фильмов и так далее. Дальше улучшение изображения это уже практически повсеместно используется и в новых айфонах это там один из ключевых моментов, как они достигают улучшения качества фотографий. В фотошопе 2021 год, который там буквально месяц назад появился, там замена фона в зуме и в фотошопе это то, что там день на ночь изменить, составить человека быстренько, но это все программы. Но дальше такое наиболее перспективное и пока не так хорошо развитое это то, что даже имея некий текст, описав события, все-таки будет генерировать какое-то изображение на выходе. Как здесь видно, это пока выглядит немного ужасно, но вот это, такой верх всего этого, это будет, когда вот эта задача как-то будет решена. Все, на этом все, всем спасибо. Инсай, спасибо большое, да, очень интересный эксперимент, который дал какой-то смешной и неожиданный результат, то, что люди больше верят, что выдуманные люди это настоящие, а не наоборот. Это был каким-то инсайтом. Спасибо большое, что поучаствовали, сделали достаточно сложную аналитику в этой части, это было очень интересно, и в общем вы тоже получаете наш сертификат, аплодисменты и маечку с доставкой, ну и конечно будем звать вас на какие-то наши мероприятия и всячески советовать. Спасибо. Следующим участником, уже который попал на момент остановки, ну вот это технические остановки голосов на момент вчерашнего дня, следующая участница набрала голосов на третье место, конкретно сейчас скажу, это было 325 голосов на момент вчерашнего вечера, что попадает в тройку победителей Юлия Сидельникова с работой чего хотят женщины, Юлия, здравствуйте, давайте я продемонстрирую вашу работу. Спасибо, Алексей, всем привет. Да, я не подготовила презентацию, вообще расскажите, в двух словах, как пришла такая идея, что вы здесь отобразили, ну и как вы, как женщина, тоже верите в результаты этой аналитики. Да, хорошо, я все расскажу. Да, хотела начать с того, что я не имею вообще абсолютно никакого отношения к Data Science, и просто увидела на Фейсбуке конкурс, прочитала задания и не знаю, я в первую очередь выцепила там, что это должна быть какая-то фановая история, поэтому я подумала, что в принципе я справлюсь и не знала, что буду тягаться с такими, я даже не знаю, как сказать, ну в общем, настоящими true-аналитиками, которые проделали серьезную работу. Собственно, я нашла очень интересный датасет, это были быстрые свидания в 2002-2004 году в США, и это был эксперимент, то есть это были не просто свидания, эксперимент заключался в том, чтобы выяснить, что все-таки хотят люди получить от своего партнера будущего, вот, и мне после анализа этих данных мне показалось очень интересным то, что женщины голосовали сначала за одни качества, а после четырехминутного свидания их мнение кардинально менялось, вот, я это отобразила на графике, и так как в ТЗ было то, что это должно быть смешно или это должно быть мем, я написала, что женщины сами не знают, чего они хотят, вот, я безусловно с этим согласна, потому что мы можем знать, что мы хотим, но, а еще это, 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 то есть все очень сложно, вот, как-то так, а еще также хотел бы ответить, что в этом датасете, если говорить про мужчин, да, то есть там не было такой диаметральной противоположности, то есть за что они проголосовали сначала, то им было важно и после свидания, вот. Да, очень интересная аналитика, действительно показывающая, я даже бы сделал подпись, наверное, читал, что явно существенно сократились ожидания у людей после свидания, что хотя бы пусть будет симпатичный или что-то вроде того. Это хорошо очень выбранная тема, интересные данные, действительно актуальный вопрос. Вообще много было, что связано с взаимоотношениями мужчин и женщин в нашем хакатоне, были и про зависимость от порно, и температуры, влияющие на разводы и так далее. Но, наверное, ваша работа была более популярной. И тут вот у нас вопрос, мы с организаторами, конечно, обладаем всей аналитикой, и мы видели, как вы собираете голоса. Но последнее, что привлекло в наше внимание, извините, что мы спрашиваем, но как вам получилось организовать промо в сторис у участника из Дома-2? На самом деле, из ваших уст, Алексей, это звучит как-то ужасно. Я на самом деле... Мы с удивлением обнаружили у инфлюенсеров такого объема, как бы, ну... Я поняла, я отвечу на вопрос. Да, ну, это громко очень сказано, что получилось организовать промо, так как это всего лишь дружеские контакты, которые... То есть я очень удивилась, я вчера в каком-то отчаянии просто сняла видео-сторис, где сказала, что участвует в конкурсе, поддержите меня, пожалуйста. И очень многие мои друзья сделали репосты к себе в сторис и в аккаунты. И так получилось, что один из... Ну, в общем, есть один знакомый, который знает человека, который занимается СММ, этого, в общем, участника бывшего Дома-2. И он сделал, собственно, сторис с просьбой голосовать за мою работу. Но, к сожалению, там что-то случилось, что был какой-то баг на сайте, видимо, и голоса не засчитывались, в любом случае. Вот. Так что, вот. Ну, к слову, в некоторый момент мы проанализировали, как и обещали логи, все в этой истории. И действительно, после небольшого дополнительного расследования, которое позволит нам синхронизировать все, возможно, накрученные голоса, которые мы исключим, и ошибки, возможно, возникало 20-25 ошибок, связанных с этим. Пока мы не можем установить, что все ошибки были с вами. Но, если что, мы немножко пересчитаем голоса в этой части. Но это мы тоже приняли во внимание. Очень жаль, что в Инстаграме так происходило. В любом случае, можно я скажу, что это был замечательный опыт, было весело. Ну, как бы, я ни о чем не жалею. Вот. Так что, спасибо вам. Спасибо большое, Юлия. Очень приятно, что вы поучаствовали действительно не из тусовки Data Science. Это дает нам надежду, что IT проникает все глубже и глубже. Спасибо большое. Оставайтесь с нами на связи. Смотрите Digital Leader. Наверное, это будет полезно и вам, и интересно. Спасибо за участие. Спасибо вам. Всего доброго. Всего доброго. Мы переходим к следующей работе. Следующая работа на текущий момент является, ну, мы отбрасываем голоса про вчерашний день даже сегодня, со вчерашнего дня, и сегодня даже не будем это обсуждать, потом это будет отдельная встреча. Однако, на момент вчерашнего 12.00, это была работа, которая занимала второе место. Мы уже общались с автором этой работы, действительно, очень интересная аналитика. Святослав Зборовский. Святослав, здравствуйте, вы с нами. Сейчас я выведу вашу работу. Святослав, находитесь ли вы онлайн? Да, я здесь. вижу вас. Здравствуйте, Святослав. Да, вашу работу сейчас показываю. Слушайте, давайте сейчас отбросим все истории, связанные, потому что я понимаю, конкурс это очень сложный момент, и мы не хотим совершить ошибку в наших выводах, поэтому не будем это обсуждать, но работа нам ваша очень нравится, и мы делали подобную аналитику в партнерских компаниях. Это очень интересно. Расскажите, что вы сделали в рамках этой работы, как вы к этому пришли, и что... Ага. Наверное, нужно погрузиться в контекст. Когда я увидел вашу хэкатон, я стал смотреть интересные данные, интересно открытые данные в интернете, и я понял, что на самом деле по открытым данным уже все придумано, уже очень много есть работ на кэгле, и я подумал, чем я лучше. И тут я решил рассказать про такое интересное социальное явление, как типсы. Типсы — это сокращение thank you points, то есть, когда кто-то говорит кому-то спасибо, и дальше, когда я буду говорить типсы, я буду подразумевать именно это. Как это происходит? Я работаю в IT-компании, и как во многих IT-компаниях у нас распределенные команды. У нас есть офисы в России, в Украине, в Штатах, в Великобритании, в Швейцарии, в Германии, в Латвии, в Армении. Вроде всех не забыл. И вот, когда коллеги работают так вот далеко друг от друга и общаются в онлайн, а как отследить их взаимоотношения? Как отследить каких-то любимчиков? Как вообще понять, какие у нас отношения внутри коллектива? Можно устроить опрос. Но в опросе нас наверняка обманут. Кто-то будет говорить, да, да, вот этот парень самый лучший, а кто-то наоборот скажет, нет, мне неприятно работать. То есть в опросе очень велик риск сигнального поведения. И вот наше руководство придумало Thank you Points. Что такое Thank you Points? Это такая внутренняя валюта, которую человек получает каждый месяц. Каждый месяц каждый человек получает один типс. Еще человек иногда получает типсы от компании, если он участвует в конференциях, если он публикуется, если он участвует в вебинарах. То есть, например, когда я с этой работой опубликуюсь на Хабре на следующей неделе, мне цепят типсов и скажут, вау, спасибо за статью. Но дело в том, что когда компания дарит коллеге типсы, он не может их потратить, он не может купить себе сувениры. А когда коллега дарит типсы, то есть на подаренные типсы можно купить себе сувениры. И вот интересно посмотреть, а как коллеги дарят друг другу типсы, как они друг друга благодарят. И на этом графе я попытался отследить самые крупные паттерны дарения типсов и способов сказать спасибо. И тут мы на самом деле видим, что здесь есть локальный аспект. То есть здесь мы видим фиолетовый кластер. И это, я не буду говорить какой-то город, это небольшой, провинциальный, если можно так сказать, город, где у коллег очень сильное комьюнити внутри офиса. То есть они остаются после работы вместе попить чай, поиграть в настолки. И, соответственно, у них очень сильные социальные связи друг с другом. И если мы увидим здесь самые большие точки вот в фиолетовом кластере, то это будут и чары. То есть и чары это те, кто всех собирают в кофейне. То же самое относится к розовому кластеру и к зеленому кластеру. Розовый кластер это тоже небольшой провинциальный город, а вот зеленый кластер это наш самый большой офис. И он тоже в провинциальном городе. Что еще интересного? Вот видите самую большую черную точку посередине графа? Это наш сисадмин. Его роль в том, что к нему приходят люди и говорят «Слушай, у меня синий экран, я что-то боюсь трогать компьютер, иди помоги». Вот. И когда я посмотрел, кто эти люди, я вспомнил, что этого человека года три назад отблагодарили. По-моему, ему подарили на то PlayStation и то еще что-то, потому что он у нас абсолютный лидер по этим thank you points. То есть это человек, которому больше всего в компании говорят спасибо. Что еще интересного? Из оранжевого кластера выделялись люди из HR-ов, из редакторов, которые публикуют различные статьи, ну и там высшее руководство. И последний кластер, про который я не рассказал, это желтый. Желтый кластер это наша внутренняя девелоперская команда, которая разрабатывает нашу внутреннюю систему, где мы трекаем часы, где мы, ну, где находятся все данные компании. Ну и понятно, что это очень важная такая ячейка, ячейка компании, потому что каждый раз, когда кому-то нужен отчетик, когда кому-то что-то нужно узнать о компании, то раньше это делали эти люди. Сейчас этим занимается био-отдел, в том числе, где работаю я. Ну и вот как раз в голубом кластере, помимо travel-менеджеров, там находятся сотрудники био-отдела, то есть там даже есть я. И в целом там находятся такие люди, которых благодарит определенная группа людей. То есть там находятся люди, которых благодарят project-менеджеры, которых благодарят люди, которые часто едут в командировки, а это зачастую сеньор-девелоперы. Ну и вот так, с помощью графа, мы можем отслеживать наши социальные связи внутри компании. Будем ли мы их отслеживать пристально? Нет, мы не будем устраивать у нас Китай и дивный новый мир. Скорее всего, это действительно фан-аналитика, где мы просто посмотрим, как мы благодарим друг друга. Это все, что я хотел сказать на данный момент. Действительно, то есть, а как вы оцените, Сослав, очень просто интересная практика, как вы думаете, это разовый слепок того, что там сейчас происходит или это можно наблюдать в каком-то периоде времени это будет давать какую-то ценность? то есть, например, запрашивать у людей отзывы на коллег в зависимости от того, кто с кем общается, там, давать им какую-то гимификацию, делать там отдельную? Если делать постоянные слепки за последние промежутки времени, то можно увидеть, как успешно заканчиваются проекты. Я экспериментировал, и когда я делал сначала на данных 2020 года, там можно было увидеть огромный кластер, и когда я исследовал, смотрел, что это за люди, они были из разных локаций, они были из разных квалификаций, то есть, там были девелоперы, там были тестеры, аналитики, PM, полный набор. Я думаю, вы чего там все? Что началось? Потом я увидел, в какой проект они трекали часы с начала 2020 года. Это просто был очень крупный проект. Этот проект закончился в начале осени, ну и вот как раз в течение этих двух месяцев они там сильно друг друга благодарили. Вот, так что как-то так. Мы просто сможем отслеживать, как у нас идет общение в компании. Ну, просто как у нас образуются вот эти вот группы. возможно, стоит укорачивать выборку и смотреть в каждой локации, кто у нас там самый популярный в каждой локации, кому дарят больше всего типсов, а кто больше всего дарит, кто у нас там больше всех благодарит людей. Очень интересно, что, как я раньше сказал, если ты даришь типсы, ой, если тебе дарят, если типсы тебе дарит компания, ты не можешь на них купить сувениры. Если тебе дарит человек типсы, то ты можешь купить на них сувениры. И когда я фильтровал граф и игрался на нем, там было очень несколько таких вот парных узлов, которые были связаны с очень многими связями. Это, в общем, аналог обнала. То есть, когда люди друг другу попарно дарят, ну, например, вот у меня коллега рядом со мной сидит, и я дарю ему типсы, а он мне дарит типсы. И мы постоянно так друг к другу обмениваемся, и за счет того, что мы так это отмываем эти типсы, мы можем покупать себе сувениры. Такое тоже есть, можно отслеживать такое, приходить и говорить. Ай-яй-яй. Причина, почему я спрашиваю, я встречаю сейчас все чаще и чаще такие графы в бизнес-контексте. Например, недавно, как я уже говорил в начале, у нас был стрим с основателем компании Ива, Давидом Яном. Система Ива делает примерно такое же на основании коммуникации в электронной почте. И у нас в рамках этого конкурса есть партнер компания Крок, тоже большая российская IT-компания. У них такая история работает, и насколько я знаю по презентациям, человек, который сам является самой большой точкой и контент-креатором, это инженер хелпдеска. То есть, это в ВИБС сохраняется одинаковым паттерном. Поэтому очень интересно наблюдать такие вещи, очень здоровская аналитика, красивая, и по результатам экспертных оценок жюри из экспертов, не голосующих, но просто своим мнением, она получила бы больше всего голосов в части технической составляющей. Спасибо вам, что представили эту работу. Мне кажется, важно еще сказать для прозрачности и честности конкурса, что я только сегодня разослал от коллега, ну, вернее, даже не я, а пиар. Ну, я не думал, что стоит как-то этим делиться, но я не очень хотел привлекать внимание внутри компании, потому что, ну, ну, зачем, думал я. Но потом мою работу увидели пиарщики, и они разослали это на три с половиной тысячи человек. Наверное, это объясняет такой большой всплеск сегодня днем. Я посчитал нужным сказать это сейчас. Это все, что я хотел сказать. Спасибо. Мы абсолютно доверяем на слово, просто есть определенные запросы и доказательства, которые нам нужно будет обсудить, и это надо сделать обязательно, потому что речь, когда о деньгах и договорных отношениях, это очень важно. поэтому не берите сейчас голову, мы отдельно сделаем встречу с вами, и уж ни в коем случае не зажмем главный приз, это точно. Заковато, но спасибо, спасибо за работу, мы переходим к следующему, к следующей работе. Олег Наумов, Олег представил сразу несколько работ, но больше всего голосов набрала работа, которая называется «Велосипед». Олег, вы с нами? Да, я с вами. Здравствуйте, Олег, я могу показать вашу работу? Показать? У меня есть презентация, там пару слайдов. Давайте, давайте тогда вашу презентацию. Работа, пока вы показываете презентацию, работа получила огромный отклик тоже от наших коллег и экспертов на личном уровне, потому что эта визуализация велосипеда многим отдается молодостью и запомнившись игрой. Это, конечно же, и был расчет. Но я, наверное, расскажу не о той работе, которая публикована, а та, которая в комментариях уже, потому что в ней хоть какая-то, но ценность техническая или научная есть в сравнении, конечно, с первой, в которой нет ничего, кроме сырых данных и обычного графика, так скажем. Целью исследования было, конечно же, узнать, какой день недели является наиболее травмоопасным для передвижения на велосипеде, по городу Москва и оригинально визуализировать данные, что это было одним из условий хакатона. Данные были взяты с сайта DTP-STAT. Он имеет очень удобный интерфейс для пользования, но не очень удобный формат данных, приходящих с сервера, для того, чтобы их можно было легко получить и сохранить в формате, который легко можно было бы обрабатывать. Поэтому пришлось написать скрипт небольшой, в общем-то, тоже ничего сложного, который бы просто эмулировал поведение браузера где-то в памяти и получал данные из HTML-элементов. Итоговые данные сохранялись в Excel-табличку, которую для удобности потом экспортировал в Google-таблице. Там представлена дата и количество ДТП в текущий день. Потом для каждого дня получен номер дня недели и посчитана сумма по каждому из дней неделей по каждому из пяти лет, начиная с 2015 года и заканчивая 2019. Далее полученные значения из колонок F и FPL по каждому году были перенесены в одну общую таблицу и по ним была посчитана средняя медиана также с помощью табличного калькулятора, если можно так назвать. И построен опять же итоговый граф, который также стилизовал под игру, которую вы уже упомянули. В общем, самая главная задача я оставил перед собой не какую-то техническую сложность или научную составляющую, а визуализацию. То есть также в моей второй работе «Елочки», которая набрала намного меньше голосов, это можно заметить. В общем-то, вот на этом все. А у вас... Да-да-да, пардон. Спасибо большое. Вам тоже играют аплодисменты. Пока под шум этих аплодисментов хотелось бы сказать отдельное спасибо, что там много сделали работ. И главное, то, что вы учли какие-то комментарии от экспертов в комментах и действительно вовремя сделали какой-то такой, как называется, поивотнулись и сделали более ценную аналитику, потому что действительно первая была красивая визуализация, но вот результат, что в среду езжайте-ка лучше на машине, потому что среда-да сам метро-опасный день, а не суббота, как оказалось, и не воскресенье, для меня тоже было полезным в жизни инсайтом, потому что я люблю ездить на велике, на работу и думаю, как и многие. Это очень здорово и мы тоже слышали истории про ваше вовлечение и различные репосты через учителей и друзей, как можно собирать. Мы понимаем, что для всех участников это большая была стресс-ситуация набрать этих голосов, мы будем с этим аккуратны, но ваша работа в любом случае заслуживает большого респекта с нашей стороны, мы тоже дарим все подарки, которые у нас есть, сертификаты, майки, пауэрбанки от компании Intel, который тоже здесь участвовал, дополнительные ништяки от компании Krog, который тоже является партнером этого мероприятия. В общем, все-все-все, что мы дарим всем участникам, которые сейчас были с нами и выступали, и, естественно, оставляем это в пул правильных людей, к которым можно обращаться со стороны Data Science и привлекать к каким-то задачам. В завершение этого спасибо большое, Олег. Мы дополнительно с вами свяжемся в ближайшее время. С нами как раз еще участвует эксперт компании Krog, Александр Башков. Александр, вы с нами? Нет, какая-то у нас, наверное, техническая история. Александр отключился. Александр тоже хотел сказать несколько слов, но в любом случае, наверное, мы сделаем некий пост. Мы сильно выбились за график, предложенный нам. А, нет, Александр с нами. Вот я вижу. Да, да, Александр, отлично. Всем привет. Привет. Не потеряли вас. Александр, Александр, дата-стратегист, человек, который отвечает не просто за то, как работать с данными, а то, с какими данными и как нужно работать, чтобы получить бизнес-результаты, как это пересекается со стратегией. Александр работает в Krog Martich Lab. Это специальное подразделение, которое делает это для... Ну, расскажи, Александр, лучше ты про свою историю и что ты думаешь... Ну, и главное, твое мнение, что ты думаешь, как представляет экспертное сообщество, что ты думаешь про хакатон, про людей, про работы, про механику, про критику нас, про похвалы себя, в общем, все, что считаешь нужным. Спасибо, Алексей. Да, меня зовут Александр, как правильно Алексей сказал, я работаю внутри Martich Lab и отвечаю за все, что связано с Data Driven. Соответственно, мы с интересом следили за участниками хакатона, которые организовал Digital Leader, и у нас, естественно, были, как это сказать, любимчики, и были вопросы, были какие-то моменты. Участники, которые были внутри, были с разным техническим бэкграундом, как это мы выяснили, после того, как послушали каждого из участников. У кого-то была интересная логическая составляющая, у кого-то была интересная составляющая. Лично я, свое сердце, свой лайк поставил как раз-таки Олегу Наумову, и тут я хочу отметить его, что он один из участников, который взаимодействовал с экспертным бюро, соответственно, ответил на комментарий и, как ты правильно сказал, Алексей пивотнулся, развернув, точнее, добавив ценность к своей работе. И как правильно Алексей отметил, что сначала это была просто обычная история, ну, то есть ценности на квадратный пиксель было очень мало. Потом, после того, как мы взяли в работу гипотезу, ценность на квадратный пиксель увеличилась. И как раз-таки про ценности, про актуальность я бы хотел бы дать комментарий, который заключается в том, что ценность, актуальность является, наверное, краеугольным камнем любой аналитической работы, любой аналитической активности. И, как мне показалось, некоторые ребята не совсем приложили максимум усилий для того, чтобы сконцентрироваться, сфокусироваться на вот той самой ценности и актуальности. Соответственно, если мы говорим про хакатон, то в данном случае заказчиками выступают как раз-таки те, кто голосовал, поскольку голосование было народное, соответственно, заказчиками мы могли бы представить тех людей, которые попадали на лендинг, смотрели превью работ, смотрели краткое описание, отдавали свой голос за ту либо иную работу. И казалось бы, что вот здесь участники могли больше дать какого-то фокусировки, если правильно выразиться, чтобы их работы были более на злобу дня. Вот, правильное, наверное, словосочетание на злобу дня. И тогда бы, я думаю, что конкурс был бы немного поинтереснее, поживее. Однако первый шаг, который директор-лидер организовал, первый шаг в виде этого хакатона тоже достаточно на уровне. Соответственно, моя основная мысль это то, что если мы говорим о том, что мы хотим превратиться, участники конкурса хотят превратиться в сильных аналитиков, то в первую очередь нужно смотреть на ценности, на актуальность того, что ты делаешь. Если мы говорим про аналитиков для бизнеса, то для ценности, на ценности, актуальность для бизнес-заказчика. А эту ценность и актуальность ты никогда не узнаешь в тикете Jira. Ты можешь ее только прочитать между строк. А чтобы прочитать ее между строк, нужно вернуться к бизнес-заказчику, подружиться с ним, проказдевить его, попить, может быть, выпить с ним пиво, для того, чтобы увидеть то, что не написано в тикете Jira, а написано между строк, в чем же его реальная потребность, в чем же его реальная боль, которая решается с помощью некоторой аналитической активности. И поэтому в итоге весь мой спич можно свести к одному совету для всех участников, которые дали свою работу, для всех участников, которые начинали свою работу, это фокусируйтесь как можно больше на ценности, на актуальности для вашего конечного бизнес-заказчика. В случае с картоном конечный бизнес-заказчик это те, кто отдавали свои голоса, а в случае с бизнесом это, собственно, тот, кто является автором задачи в Jira. У меня все. Спасибо, Александр, большое. Да, действительно, бизнес-ценности и правильно понимать, кто твой заказчик в конкретной ситуации. Это, наверное, зачастую играет ценнейшую роль в B2B и проектах по Data Science. Наверное, на этой ноте мы примерно и завершим. Просто хотелось бы сказать, что огромное спасибо и всей команде ребят с нашей стороны, кто работал на этом хакатоне, кто подготавливал это. Мы делали действительно что-то новое, нестандартное. Многие нам сказали, что это неправильно, что надо делать по-другому и так далее, но правильный эксперимент как раз состоит в том, чтобы сделать это, излечь уроки и чему-то научиться. Я надеюсь, что все участники этого процесса, включая нас как организаторов, чему-то научились в этой акции. И надеемся, что в будущем мы тоже останемся на связи, мы проведем обязательно пост-коммуникацию со всеми участниками, разошлем наши майки, призы, пауэрбанки и все остальное и сделаем посты на VC.ru, на Хабре с какими-то краткими итогами и тезисами, нашими выводами. Поэтому оставайтесь на связи, подписывайтесь на наши каналы, мы будем собирать подобные мероприятия еще больше и в разных форматах и делать это интереснее. До связи. Спасибо.